Медиагруппа «Авангард» представляет Ну что, мы хотим немножко разбавить официально соседних секций. Одна секция технологии СОК, там, понятно, многие уважаемые вендора рассказывают про то, как замечательно можно использовать их продукты в целях понижения мировой энтропии. Есть секция имени регуляторов. Тем, кто, наверное, интересно узнать, что будет в нашей нормативке, остались там. Ну и, возможно, позадавать вопросы тоже важно. Здесь мы пытаемся устроить чуть более хулиганскую секцию. Секция питч-сессии, которая называлась «Опыт ошибок СОК», мне кажется, уже года 4 как. Она переезжала по разным мероприятиям по форматам, была на ПХДС, несколько раз была на СОК-форуме. Вообще, изначально название ее «Опыт не совсем ошибок, а фокапов», и, собственно, этому мы ее и посвящали. Но поделюсь, наверное, своим мнением как идеологом. За последнее время секция слегка начала тускнеть. Ну то есть парни из коммерческих СОКов рассказывали прикольные истории, как они выявляли проблемы, какие ошибки, нисходя из этого, вынесли. Но, по большому счету, большой кусок разговора строился на том, что вот уважаемый заказчик не понимает, как нас готовить. Вот мы же такие классные, мы такие крутые сервисы оказываем, а они вот как-то не вникают. И поэтому я решил в этом году перестроить формат. У нас будет два заказчика. Заказчика, надеюсь, готовых высказаться открыто, что они думают по поводу коммерческих СОКов, их сервисов, кто кого не умеет на самом деле готовить. Цензуры, наверное, у нас же онлайн-эфир, да, наверное, цензура какая-то будет. Жень, Артем, я перепутал, цензура будет. Но надеюсь, что дело получится более открыто, мы в этом месте попробуем в споре родить истину. Ну что, представляю две стороны поединщиков, давайте начнем с заказчиков, они нам платят деньги, поэтому принято начинать именно с них. Итак, Евгений Зайцев, богатая биография, много СОКов видел, сейчас компания Селегдар. Жень. И Артем Конгурцев, Артем работает в ДИТ Москвы, поэтому он не может не видеть много СОКов. Все СОКи как-то видел, поэтому, Тема, добро пожаловать. Ну и поединщиков, с другой стороны, я бы разбил на две категории. Наверное, все-таки СОКи бывают разные. Есть СОКи, которые занимаются day-to-day, daily routine. Есть СОКи, которые занимаются более экспертной историей, не погружаясь в операционный разбор инцидентов, поэтому начнем, наверное, с тех, кто не спит прямо каждую минуту. Алексей Мальнев, инфосистема Jet, JetSirt. Володя, мне будет сложно. Володя Дмитриев, CyberArt, InnoStage. И Антон Юдаков, Ростелеком Solar. Поскольку я модератор, кто-то должен нас представлять на этой секции, я буду стараться не подыгрывать. И двое уважаемых людей, которые, скорее, оказывают экспертный сервис, но тоже являются начальниками СОКов, хотя бы СОКов внутренних в том числе. Это Сергей Солдатов, лаборатория Касперского. И Алексей Михайлович Новиков, отчество важно, Positive Technologies. На самом деле хочется слегка подразогреться. Понятно, что кто-то только приехал со встречи, кто-то слегка подустал уже за время перерыва в переговорных, общаясь с менеджерами по продажам и так далее. Поэтому хочется сначала немножко стори-тейлинга со стороны заказчиков, скорее, истории, как я работал где-то и видел СОК изнутри, это же не специально для тебя, или как ко мне приходил какой-то СОК, а какие интересные истории случались в нашем совместном взаимодействии. Ну и обратная, реверсивная сторона со стороны уважаемых коллег из коммерческих СОКов. Ну это более-менее стандартно для персессии, поэтому не знаю, есть ли самовызывающийся, кто хочет первым начать. Тогда назначу я, Леша Мальнев. Давай с тебя начнем. Так и знал, что я буду первым. Володя дал еще задание. Ни в коем случае вот этот факап, о котором мы говорим, не превращать в такую победу. То есть это тоже будет не совсем честно, насколько я понимаю. Я буду расспрашивать детальнее, чтобы выяснить, а в чем же была проблема. Ну то есть любой lesson learned происходит через эфиксию самопереживания. Вот уровень самопереживания бывает разный. У меня, когда была первая сессия, была презентация, где два слайда подряд я сделал из такой фильм замечательный «Снэч», наверное, помните. Там был такой парень, который играл, как там, по-моему, Тони Пуля в зубах. И, наверное, все помнят, когда открыта дверь машины, он заглядывает внутрь, и там голова человека, между ним дверью машина. И это было два слайда подряд, потому что я говорю, что какие ощущения мы испытывали после того, как мы совершили это действие в заказчике. Ну вот сначала вот так, потом подумали еще раз вот так. Поэтому история должна быть все-таки хоть как-то акцентирована на твоей рефлексии, твоей переживании о происходящем. Ну да, собственно, наверное, главный такой факап, который мы фундаментально совершили в процессе развития нашего направления JetSirt, это позиционирование на рынке и, собственно, та концепция, к которой мы шли. Мы, когда стартанули свое развитие, мы, естественно, смотрели на рынок. То есть на рынке уже было ряд уважаемых и достаточно сильных сервис-провайдеров в области сока. И встраиваться в тот же рынок нам было как бы не особо интересно. Ну и это было не совсем правильно, учитывая, что у компании есть ряд специфики. Компания достаточно много построила соков. Там порядка 50 соков так либо иначе мы строили, наверное, в числе первых интеграторов по этому показателю в России. И мы поняли, что вот такая классическая облачная схема сока, она скорее не для нас. То есть мы должны ее учесть, но фокусироваться именно на гибридные on-premise схемы. Поскольку мы, повторюсь, много строим соков, то мы предполагали, что часть инфраструктуры будет на стороне заказчиков и будем работать в мультивендорном формате, то есть работать на разных CM-ах и, соответственно, в гибридном формате, то есть на процессах заказчиков. И вот, наверное, ключевая ошибка была в том, что мы недооценили сложность такого подхода. То есть сейчас у нас есть четкое понимание, то есть построить такой коммерческий облачный сок и то, что построили мы, но это совершенно, наверное, даже две разные бизнес-модели. К чему это привело? Привело к просто колоссальному расходу, скажем так, наших сил на то, чтобы, во-первых, выстроить единый воркфлоу, то есть мы должны, вне зависимости от типа инфраструктуры заказчика, от типа CM-а заказчика, фактически мы работаем со всем, что есть в квадрате Гартнера, я имею в виду с точки зрения корреляции, мы должны реализовать такой единообразный интерфейс обработки инцидентов, то есть на каждом уровне, то есть неважно, откуда пришел инцидент, наш оператор видит фактически единые кнопочки, единообразно их идентифицирует, обогащение и прочее, прочее. Ну и так далее, на других линиях такая же история. То есть первая сложность была, это реализовать вот этот единообразный воркфлоу, вторая – это, естественно, интеграция. То есть на интеграцию мы потратили просто колоссальные, опять-таки, усилия, там, благо, помог нам очень хорошо наш технологический партнер, но при этом все равно, опять-таки, траты, наверное, были там в четверть больше, чем изначально запланировалось. И следующая история, это, наверное, самое главное, из-за чего больше всего к нам вопросов, как это вообще можно реализовать, это история про единообразное, унифицированное ведение базы знаний, корреляционные базы, то есть в такой мультивендорной и гибридной схемы. Мы, естественно, достаточно быстро пришли к тому, что поддерживать корреляционную базу на шести СМ-ах фактически задача невозможная, и нам пришлось фактически реализовать иерархическую структуру, когда мы отдельную сущность выделили для аналитики, мы называли ее сценарий, сценарий детектирования, в который были ряд условий, и уже инженеры специализирующихся на своих СМ-ах должны были периодически делать ревью, забирая эти сценарии как бы из единой кубышки. Вот эта многоуровневая схема, она, собственно, опять-таки потребовала колоссальных затрат на то, чтобы, во-первых, к ней прийти, во-вторых, чтобы ей управлять эффективно, ну и плюс нам повезло, наверное, с размером компании. То есть сейчас я понимаю, что вот в такое лезть, там, если в компании ИБ занимается меньше там несколько сотен человек, ну, в принципе, нет смысла. Вот, поэтому, с одной стороны, вот эти ошибки на старте нам дали очень хороший опыт, с другой стороны, с точки зрения бизнеса, конечно, здесь достаточно был серьезный просчет по планированию всей этой истории. Это, наверное, такой большой такой кейс, который я бы назвал нашим факапом. При этом, конечно, мы его решили, но вопрос, как мы это сделали и какими средствами. Другая история, к примеру, да, то есть можно уже по мелочи там называть, мы изначально тот же трейдхантинг считали как отдельный процесс, который должен быть там в рамках услуги и опционально заказчику должны предлагать. И мы вот набрали контрактные базы, где, собственно, не был реализован этот трейдхантинг и постепенно сами пришли к тому, что это вообще необходимый мастхэв процесс. Что нам пришлось потом делать? Ну, фактически без него эффективной работы детекта невозможно. Мы фактически пришли к тому, что те клиенты, которые у нас были изначально, они были вынуждены, то есть мы были вынуждены им этот процесс, можно сказать, предоставить бесплатно, поскольку изначально мы не предполагали, что он будет как бы обязательным процессом. Ну, наверное, два таких основных кейса, которые можно вспомнить. — Да, спасибо, Леша. Задам некоторым, может, неудобный вопрос. СОК в джете запускался в 2017 году, насколько я помню. — В 2012. — В 2012 это я помню. Да, спасибо за экскурс в историю Джейс СОКа. Вот как это в твой приход. — Да, ну, где-то с начала 2018, если быть точнее. — Слушай, тогда прям все-таки точно неудобный вопрос. А зачем тебе были СИЭМы с квадрата Гартнера уже в 2018 году? Как-то рынок начал постепенно уже очень агрессивно импортозамещаться, и клиентов, которые к тому моменту всерьез осматривали длинную стратегию за работу с СИЭМом наших западных партнеров, наверное, надо правильно так говорить, в общем, оставалось все меньше. Какой бизнес-кейс был вокруг всего этого? — Ну, когда мы просто сделали срез по тем СОКам, которые мы строим, мы поняли, что там есть все, что есть в квадрате Гартнера. То есть мы шли не от того, что есть на рынке, а от того, что мы по факту строим. — Да, понятно. Хорошо, спасибо. Так, давайте будем чуть-чуть перемежевываться. Серега Солдатов, ты улыбаешься, я вижу, что у тебя, судя по улыбке, есть какие-то комментарии, а возможно, история. — Мои истории связаны с какими-то инцидентами, которые мы расследовали или недорасследовали, или не заметили. Ну, потому что я, наверное, занимаюсь чуть-чуть на практическими вещами. И люди, которые со мной работают, также занимаются практическими вещами. Поэтому я хотел бы выделить те вещи, которые меня тронули и как-то поменяли мой взгляд на мир. И, наверное, номер один в этом — это я это называю обратный supply chain. То есть все мы знаем, когда подламывают поставщика услуг, или поставщика с программного обеспечения. И потом вот эта вот атака распространяется на всех его клиентов. Но не все знают, что обратный сценарий тоже работает. Когда подламывают заказчика, а через него подламывают поставщика. Особенно если сценарии, ну, мягко скажем, не очень зрелые. Когда там вот поставщики услуг какими-то там RDP-ами там куда-то ходят к заказчику на компьютер и что-то там поадминистрировать или там какую-то безопасность поделать. Они приходят туда своими RDP-ами, а там их ждут. И раз, и уже в поставщике услуг вот та же самая история. И мы такие истории видим. И, наверное, как бы залет с нашей стороны в том плане, что мы как-то не предали этого внимания. Кейс такой, что наш сервис, он не является полноценным соком. Мы продаем сервис MDR. И он часто продается в составе пакетного предложения от MSSP. То есть компоненты сервисные. MDR от Касперского. И мы там еще, не знаю, сервера поадминистрируем. И фактически мы видим сети заказчиков. Мы там репортим инциденты. Но самого поставщика мы не всегда видим. И мы видели историю в заказчиках поставщика. А потом поставщик нам пришел за респонсом. И там была та же самая история, которую мы видели несколько месяцев назад. И вот это, конечно, перевернуло. То есть нужно понимать, что если мы все в каком-то инфополе, то мы все взаимосвязаны. И если вы там RDP ходите к заказчику, будьте готовы, что там вас ждут. Ну и вообще как-то нужно сменить процессы поддержки. Вторая история, наверное, которую я хотел бы подсветить, это история про респонс. То есть у нас MDR зарезал респонс в этом году. И все стали его бояться. Ну как же так? Там кто-то будет респондить. Какие-то аналитики СОК от Касперского, от солдата будут ходить, что-то руками делать. На самом деле это не так. Я вот хочу со сцены заявить, что нужно понимать. Респонс – респонс – сурознь. То есть мы не боимся антивируса. То есть антивирус тоже что-то там принимает решение, удаляет файлы, убирает ветки. И мы как бы ему доверяем. Ну то есть нет такого заказчика, который отключает респонс на антивирусе. Не поверишь, есть. Да, бывает. Всякое бывает. Так вот, друзья мои, на самом деле респонс в МDR он такой же. То есть аналитик СОК, он там не лазит руками, он не реагирует вручную, не запускает скрипты неизвестные. У него также есть предопределенные респонсы, которые он выбирает и дальше заказчик согласует. Это вот как бы второй этап, который в принципе имеет тут же степень безопасности, что и респонс от продукта. Он тоже продуктовый, просто инициацию этого респонса делает аналитик СОК, не сама думающая логика к этому продукту. Это даже еще безопаснее, на самом деле, я вам скажу по секрету. Ну и есть как бы третий этап, когда действительно открывается полноценный шелл. Это вот уже на самом деле в области инцидент-респонса расположено. Мы можем, например, сервис инцидент-респонса оказывать на инфраструктуру МДР. Это вот возможный сценарий. И наш конкурент так делает, и мы так будем делать в ближайшее время. И здесь тоже нету риска. А знаете почему? Потому что когда вы получаете инцидент-респонс, эти же люди к вам приходят и делают у вас то же самое. Просто они делают через наш продукт. Я, наверное, закончил? Или мне можно еще говорить? Я не знаю. Ты закончил? Ну, давай пока прервемся, потому что у меня масса историй, вот именно, наверное, немножко веселых. Слушай, ну, по-моему, первый кейс, на самом деле, смотрится очень логичным. Я вот так пытаюсь перенести на реальную жизнь. Хакерская группировка, она пытается получить доступ много куда. Хочу, чтобы весь мир принадлежал мне. Кого, мать, логичнее всего? Подрядчика. Снулся на подрядчика, посмотрел, что на периметре какой-то вав стоит. Вроде пользователи обучены, каким-то еще соком пользуются. Как лучше все взломать подрядчика? Найти самого его слабого клиента и взломать клиента. А потом будет, ну, такая матрешка. Соплайчейн в одну сторону, соплайчейн в обратную. Да-да-да. Это называется Trust and Related Ships. Да, просто об этом не говорят много, но об этом надо говорить много. Это очень возможный сценарий. И это как раз, вот я сейчас конкретно думаю о том, что нужно проводить какой-то ассэсмент перед подключением клиента на сервис. Коллеги, напротив, записывайте. Когда берете сок на услугу, да, ассэсмент сока у другой коммерческой организации. Ассэсмент себя. Не-не, это на самом деле крутая история. Приходит IT-интервент играть конкурс. Говорит, ребята, я, конечно, систему вашу на эксплуатацию возьму, но сначала докажите мне, что вы безопасны. И без нее я обслуживаю систему не буду. Безусловно, докажите, что вы пока там мониторите непонятно кого, по дороге. Да, да, что вы достойны того, чтобы я обслужил вашу систему. Не забрали фулл-хаус из-за боты группировок и шифровальщиков. У нас тут телесуфлер стоял с Темой, да, чтобы мы правильный ответ вам давали. Вот забрали его коем, поэтому я сейчас нахожусь в состоянии того героя из фильма «Тупой еще тупее». Это тебе, чувак, ты так много говорил, слова запалят мою душу, но я ни хрена не понял. Потому что вы разговариваете о космических кораблях, да, но, к сожалению, там практические проблемы, которые вот там в 90% случаев случаются, которые приносят гораздо больше головной боли, они вот с этим совсем не связаны. Да, там проблемы чаще всего связаны с собственными сотрудниками, которые творят какую-то невероятную дичь, потом даже не могут объяснить, зачем они это сделали. Пример? Ну, пример, там админ сети заходит на ядро коммутатора, меняет там какую-то настройку и уходит домой. Ядро ложится, а он телефон выключает. Ну, пятница вечер, да. Но только это не инциденты Б, наверное. А чем не инциденты Б? У меня сеть не работает. Да-да-да. Не, Жень, взял микрофон, как в шахматах, ходи. Ты видел много соков, часть из них видел изнутри, часть видел снаружи. Да, много соков неправда. Вы же еще изнутри, тем более. Изнутри, наверное, только один. Ну, хотя ладно, 1,25. Что еще могу сказать? Большинство утверждений, что мы внедрили сок, вот, Алексей, да, там, на моем опыте это является неправдой. Причем я бы даже грубее сказал, но, боюсь, Вова запретил. Вот он потом злиться будет. Да, потому что вот то, что я видел там у заказчиков, там, у своих знакомых, да, которым соки внедряли, там, не вы внедряли. Вот, ваших внедрений не видел. Но я так поздравляю, что бывает то же самое, да, когда интегратор приносит CM, как-то его настраивает, настраивает, вот, именно как-то, делает какую-то документацию, говорит, подпишите акты. Вот, и заказчик, находясь там в шоке, в таком небольшом, от качественного пресейла и сейла, да, там, это все подмахивает. А потом у него там потихоньку начинает возникать подозрение, что где-то его обманули, но сказать он об этом уже не может, да, потому что он будет идиотом выглядеть не только перед своим руководством, да, там, а, в принципе, перед комьюнити. И эти истории потом длятся очень долго. Вот, и этого много на рынке. Проблема в том, что сам сок в большинстве своем люди воспринимают, ну, наверное, не совсем корректно. То есть в текущий момент сок это вообще не про CM, RP, SOAR. Сок это про команду, в том числе и исследователей, вокруг которых выстраивается вся эта инфраструктура, все эти процессы и все эти технологии. И проблема в том, что вот как раз в головах сидит у многих, что вот мы настроили CM, и вот тебе сок. И к чему это приводит? Как раз к истории с МДР, о том, что мы говорили. То есть я недавно дошел, скажем так, к мысли о том, что вообще концепция МДРа начинает развиваться, потому что сок, как, скажем так, в среднем по больнице, если смотреть даже там общее исследование с точки зрения зрелости, он не состоялся. То есть сок сфокусировался в основном на детекте. Респонс в соке в среднем, если по больнице смотреть, опять-таки, неэффективен. И ответ рынка был в том, чтобы там давайте развиваться в сторону МДРа. Это вопрос, насколько реальность отличается от того, что есть как бы в головах там на старте. И к вопросу о том, что строили. То есть можно построить корабль, но он никуда не поплывет, если там нету, скажем так, специалистов, которые им будут правильно управлять. Так вот все правильно. Только вы говорите, мы внедрили сок. Вы там людей внедрили? Или как это произошло? Объясните. Потому что в моем понимании специалист сока растет годами, прежде чем он пройдет, он начинает с земли, заканчивая каким-то уровнем среднего менеджмента. Поэтому во все эти скоротечные внедрения, которые там происходят по полгода, по году, потом говорят, мы сок внедрили. Ну, это фикция. Внедрили технические решения, написали документацию. Может быть, в лучшем случае как-то обучили персонал. Вот, все. На этом все заканчивается. Дальше заканчивается очень часто остается сам с собой. Вот, да, там, тихо не готовят, плачив в подушку о том, что то, что рассказывали менеджеры по продажам, да, там, и как они красиво рассказывали, они умеют это делать. Есть у меня такие истории. Но по факту это получили не то, что хотели. С респонзом то же самое, да. Очень часто заказчик ожидает от сока, когда он платит деньги, да, потому что у него вот дальше вот просто голова там перестанет болеть, и как бы все начнет прекрасным образом работать, да. Потом выясняется, да, там, что эти мерзавцы не только не уменьшают количество инцидентов, увеличивают на порядке, и еще что-то требуют. Хотя деньги-то вроде как бы я им плачу, а они-то стоят у меня там, да, или звонят там немедленно, и там наваливают мне задачи, как будто у меня их мало. Женя, я, простите, я встряну. Сначала в первый тезис твой хочу немножко продискутировать, точнее не подискутировать. Ты сейчас занимаешься золотом, твоя компания занимается золотодобычей. Золото любит тишину, поэтому в твоем бизнесе пиара, маркетинга не надо. В жизни всех коммерческих компаний пиар-маркетинг нужен. И, ну не знаю, покажите любого, а давайте прям поднимите руки те, кто, сделав хороший проект, но, наверное, все-таки не идеальный, и заказчик предложит пресс-релиз, прямо откажется, скажет, нет, мы не доделали сок, нам не нужно, чтобы наш пиар рассказал про то, как круто мы вот у огромного заказчика госкорпорации построили систему, и кого после этого силы не прибьют. Понимаешь, Офа, там, когда тебя заваривают, пока голосование, кто откажется? У нас пять участников, есть ли такие? Леша улыбается и держит микрофон, он явно согласился. Есть отказники? Нет, конечно, есть мнение, что пиар на соке немножко опасен, потому что, грубо говоря, пропиариваешься, а потом глупо будешь смотреться, когда там на всю Россию, условно, кого-то ломанут. Вот, но никто еще не отказался, я здесь согласен. Отвечая на вопрос, конечно, защищать менеджеров по продажам сторонних компаний я не планирую, но с Женой я совсем согласен, то есть очень часто строят технологии, но дальше не идет, недооценка происходит, но в том числе для этого есть и коммерческие истории, коммерческие соки, чтобы помочь эту историю запустить. Что вы делаете со своим менеджерами по продажам, чтобы они не делали такого на старте? Или вы им там язык немножко подрезаете или что? Надо заказчику показать, сколько будет стоить поддержка и сколько это усилий займет создание команды, поддержка всех процессов, развитие, и сколько будет там против инсорса история с аутсорсом. Ну, это история только про вход в эту тему. Понимаете? Это не история про то, как оно потом качественно на выходе будет. Никто не может предсказать, конкретная какая-то команда коммерческого сока покажет себя на практике, потому что продаются все хорошо. Пресейл команды у всех более-менее сильные. Они там бывают на пресейле, там чудеса творят. А потом на практике получается, что вышло, что вышло. Референс-визиты. Ладно, давайте пройдем пока философский спор по поводу продаж и покупок. Кто покупает, то продает. Зачем? Но мы к этой степени обязательно вернемся. Она важная. Но смотри, на самом деле прозвучал-то правильный ответ. На практике надо пробовать, пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Еще раз. Пресейл команда на пресейл-проекте творит чудеса, фантастику. То есть зашли на пресейл. Переходит в контракт, чудеса пропадают. То есть на пресейле отлично детектят, респонсят, обнаруживают все инциденты, айти все нравится. Фантастика. Почти тост. Так, ладно, давайте двинемся дальше. Я вижу… Артем, сохрани в себе это настроение. Я вижу, что ты хочешь высказаться. Не знаю, есть ли еще желающие? Володя, Антон, давай. Да, мне кажется, прям в тему, в продолжение. Потому что Женя в какой-то степени говорит про то, что, ну, наверное, рефлексия по поводу чего была у меня в свое время, в том числе, придя в Solar. Правда, с другой стороны я на это смотрел. Со стороны таких кастомных запросов заказчика, который кто-то из клиентов знает, чего хочет. И вот тебе говорит, мне нужно вот это. Более того, кто-то говорит очень уверенно со словами, я уверен, что мне нужно так, это мое требование. Хотите его, реализовывайте, не хотите, ну, к сожалению, значит, тогда будет другой исполнитель, который с нами продолжит работу. То есть уровень этой истории бывает разный. Но в то же время для меня эта история вот прям очень сильно прямо сопряжена с историей ожиданий заказчика и управления этими ожиданиями. Потому что, на мой взгляд, Сергей привел отличные истории, отличные примеры. И, Жень, ты привел просто абсолютно другой пример, другого взгляда на подход к вопросу, в котором есть общие слова, которые нас здесь собрали. Возвращаясь к, собственно, запросам. Они бывали, бывают и продолжают приходить абсолютно разные, как потребность, как некоторое видение клиента, как запрос. В том числе это может быть вполне правильный запрос и даже в чем-то подсказка нам, как сервис-провайдеру. Таких историй на самом деле море. Я сидел и вспоминал в 2019 году. У меня был совместный доклад с Unipro. И там прям было четыре разных истории, которые на самом деле очень сильно повлияли на наше собственное развитие JSOC. Причем где-то это был явный запрос клиента, как в примере с упомянутым SLA. Мне нужно пять минут. Я так вижу. Так правильно. Можете. Так и где-то на уровне вопросов, на которые, когда мы искали ответы, мы придумали очень крутые штуки, которые нас по-честному продвинули круто прям вперед. И одна из историй, она реально уже не была видна на момент моего прихода, потому что клиентов было достаточно много. и там бывали истории, когда мы там на линии прорасследовав инцидент, не запускали такую цепочку эскалации по критичности истории, происходящей в клиенте. Ну то есть согласно определенному плейбуку, проведено расследование, отправлено оповещение, но вполне возможно, что на самом деле вот здесь нужно было обратить внимание и задействовать какую-то эскалационную, обещательную цепочку. И банально в анализе определенных кейсов, происходящих в инфраструктурах клиентов, знаете, там не знаю, то ли мне кажется, то ли буквально незадолго до этого где-то я пересматривал матрицу, но я обратил внимание, клиент, наш заказчик, смотрит на наши оповещения и только на них. А мы видим все в инфраструктурах наших клиентов и оповещаем всех. И линии действительно работают без привязки к конкретному заказчику. Я осознал, ведь мы даже сами придумали клевые механизмы, по которым банально, смотря на наше оповещение, просто по темам писем, по ключевым полям, ты невольно в голове коррелируешь то, что ты видишь между собой, и если видишь там совпадение, тебе прям очень понятно. Ты даже в инциденты не заглянул, посмотрел просто по темам писем. Одно связано с другим. Вот тут произошло что-то на этом хосте, а дальше с него он уже фигурирует в ключевом поле как источник активности. Для меня это прямо представилось как в матрице. Знаете, Нео стал смотреть на свой мир, и там теперь циферки, и ему все понятно. Мы реализовали использование этой идеи. То есть мы автоматизировали вот эту корреляцию уже по сработкам инцидентов, превратили ее в свою историю, в своей математике, логике, и теперь сами себе подсвечиваем такие кейсы. Причем есть куда развиваться. Это такой пример позитивный. Я, честно говоря, был удивлен, когда Алексей сказал, что победы превращать нельзя, потому что мне кажется, что это крутая история. Но, разумеется, были обратные. И более того, они продолжают приходить. И почему я упомянул ожидания клиента, его понимания, его потребностей, и даже насколько она верна. Очень часто нас просят, даже не отходя от контракта, в целом реализовать что-то в виде каких-то юзкейсов, сценариев с использованием CM-системы, ну, явно предназначенное для реализации в другом специализированном решении. И мы сами, как JSOC, тоже, в принципе, делали подходы в направлениях, которые сами признали, что правильнее решать это специализированной системой. Не знаю, будь то антифрод, который мы не планируем реализовывать на CM, или будь то система контроля действий прелегированных пользователей, которая, на мой взгляд, в случае, не знаю, высокой угрозы, высококритичной, прям серьезной, для заказчиков тоже является таким скорее must-have, нежели какой-то дополнительной дорогой системой. И в диалоге, который, Женя, у тебя затесался с коллегами, у меня родилось прям огромное количество примеров, чтобы я прям продолжил говорить про истории потребностей заказчиков, совместную работу на разных стадиях и управление ожиданиями, но, наверное, правильнее закончить storytelling, а потом заняться этим увлекательным делом. Спасибо. Вопрос, Антон. Я так понимаю, что удалось увидеть матрицу, но у меня все-таки вопрос, а в чем факап? То есть в чем вот часть факапа в этой истории? Смотри, я старался затронуть прям разные факапы, возможно, пройдясь по ним по верхам, потому что на самом деле, безусловно, история инцидента, которая подсвечивается заказчику первее тебя, ну, на самом деле, я не знаю, я бы сказал так, не такая редкая. Так может случиться по многим причинам, в том числе в зависимости от, не знаю, стадии запуска сервисов заказчики. Но она всегда достаточно такая громкая и болезненная. И ты сам привел в пример историю пиара, к которому относишься осторожно, да, потому что не дай бог, что потом случится. На самом деле, что случится, вот для каждого клиента оно свое. И вот по совпадению, не знаю, вот у меня была в школе учительница, которая говорила, что на пять она не знает, предмет биологии, у меня там тоже, там нет пятерки, да. Вот есть и такие заказчики. На самом деле, кстати, очень крутые специалисты, прям на самом деле стоит прям прислушиваться к их запросу. Где-то мы этого не делаем, тоже по определенным причинам. Где-то делаем, но поздно. В общем, прости, но я старался, я, по крайней мере, вижу в своем рассказе много историй. А давай я докручу. Я эти истории тоже помню. Как-то так повелось, что часть людей здесь работала какое-то время в Соларе. На самом деле, Леша, картинка очень простая, очень неприятная, вот мое личное мнение для сервис-провайдера, когда ты понимаешь, что заказчик говорит больше тебя. Вот ты вроде бы пришел к нему такой офигенный, с экспертизой, с аналитикой, и тогда он говорит, блин, ребят, ну, все же понятно. Нет, это ваше обогащение не нужно, я самого инцидента все вижу. И у нас был в этом месте очень крутой заказчик, это там отдельная история. Это одна из первых наших продаж, и клиент в этом месте получился совершенно уникальный. Первое, сам начальник безопасности, он сетевик, он занимается чекпоинтами. Ему не нужна модель CMDB. Он по IP-шнику знает, кто это. Хоть до фамилии и точки в офисе. Вот он у него IP-шнику видел, для него все понятно. Второе, у него не было ни централизованного антивируса, ни АД, ничего, то есть такая разрожденная структура. И в итоге заказчику нужен был сок, нужен был по PCI DSS, очень нужен был, потому что PCI DSS требовал какого-то куска мониторинга. И мы ему это все внедрили, а дальше два года мы бились для того, чтобы заказчику дать какую-то пользу, больше, чем он может с самого чекпоинта увидеть. У него нет источников для корреляции, у него нет информации, которую мы можем обогатить, у него нет CMDB, ему это вообще не нужно. У него IP-шник, он видит IP-шник, для него это фигура человека, компьютер даже, с конкретными стикерами приклеиванные на нем. И вот как в таких ситуациях дать для заказчика пользу, и как в этом месте сделать свой сервис по-настоящему полезным, это прям действительно челлендж. А сама ситуация, когда ты оказываешься предклиентом, приходя к нему через полгода с отчетом, и говоря, вот инцидент, говорит, ну блин, круто, я все и так видел. Это, ну может это и не факап, но это прям очень неудобно себе в такой состоянии чувствовать, когда ты считаешь себя крутым коммерческим соком. Знакомая история. Особенно обидно, когда все-таки ты погрузился в инфраструктуру и все разгрыз, а потом заказчик говорит, окей, а что мне с этим операционным отчетом делать? Что мне показать руководству и как мне эту историю вообще продать? Мне ваша информация по инцидентам ну ни разу как бы неинтересна, то есть вы не чувствуете, что мне нужно, и поэтому давайте-ка вы более стратегически мыслите и для бизнеса придумывайте, как продать. У нас есть целых два заказчика, они нам расскажут, что на самом деле от нас нужно, но это чуть попозже. Так, у нас осталось три человека с бородой. Володя взял микрофон. Я хочу сказать, что все предыдущие рассказывали про то, что соки формируют о себе завышенные ожидания у заказчика, а потом не могут их оправдать. Единственный, мне кажется, основной факап. Да, все верно. Вот моя история прям как раз про ожидания, то, что Антон говорил, то, что Алексей. И на самом деле это важно с точки зрения ожидания, что же ожидает заказчик от сока. И история про то, как мы по-честному не смогли приготовить заказчика. В хорошем смысле этого слова. То есть первая история, наверное, связанная с тем, что в одном нашем заказчике мы отлично работаем, у нас отличный контакт с безопасностью, мы мониторим инфраструктуру, мониторим внутренние системы, даже выявляем, даже иногда и реагируем, когда выявляем. Все хорошо, все здорово, но в один прекрасный момент, проходит какое-то время, в один прекрасный момент на заказчик проходит дидос атака. У заказчика сервиса несколько дней недоступны. И хотя в контракте сока не указано, что объектом защиты являются в том числе периметры, в том числе веб-сервисы, которые находятся на периметре руководства заказчика, не разбираясь уже ни IT, ни ИБ. То есть IT говорит, сок нам ничего не сказал. ИБ говорит, ну да, не сказал, у нас же в контракте не было. Бизнес говорит, а мне какая разница? Я плачу за сок, сок как бы, почему сок молчит? Вот, это как бы первая история, связанная с тем, что четко определяете, что действительно важно для бизнеса, что важно и для IT, что важно и для безопасности, и нужно работать с ожиданиями. Иначе будут вот такие факапы, когда защищаешь одно, пробивая в другом месте. А виноват все равно всегда защитник, где бы ни пробили. Вторая история, она тоже про ожидания, ожидания от того, что же есть на самом деле сок. То есть зашли мы в одного заказчика, все как, все по классике, все хорошо, подключаем источники, настраиваем правила, делаем сценарии, отрабатываем по респонсу, и тут начинают от него прилетать такие истории, что, ребята, вот тут вот мне на СЗИ нужно драйвера поправить, а вот тут вот у меня заявочка какая-то прилетела, а вот тут вот рассмотрите, пожалуйста, помогите рассмотреть документ, который там из управляющей компании прилетел. И, как выясняется, то есть со временем заказчик перестает реагировать на наше оповещение как сока, и по сути ему в лице нас нужен ресурс. И это вот тоже ошибка, тоже неумение, наверное, неправильное выстраивание на входе отношений, когда мы пришли в заказчика и начали предоставлять ему сок, а на самом деле ему нужен был аутсорс. Вот, то есть здесь тоже история про ожидания, история про то, что нужно четко договариваться, а что же сок будет делать, и что он будет предоставлять. Потому что иначе он, да, если быть совсем гибкими, то начнешь устанавливать антивирусы по всей инфраструктуре, хотя, может быть, это тоже важно. Интересно, как вы можете быть негибкими, да, там деньги тоже взяли. Заказчик думает, что вот ровно это надо оказывать. Он деньги в конце концов платит. Вопрос, какие деньги? То, что, извините, ваши менеджеры по продажам, да, там не смогли нормальное ТЗ и договор составить, да, там объяснить заказчику, что там за умные слова написаны, а он его подмахнул, не глядя. Целиком ваша вина, мне кажется. Жень, Жень, маленькую ремарку, извините, вклинюсь, про завышенные ожидания. Ну вот смотри, я отвечаю за оперейшнс. Вот, наверное, подразделению силов им выгодно завышенные ожидания, а мне не выгодно. Но в этой секции сижу я. Мне, наоборот, выгодно тебе всю правду матку выдать как можно раньше, чтобы ты не заварил меня такими обращениями, которые я не могу отработать. И у нас, например, пилоты есть. Ты можешь попробовать, померить, не знаю, тест-драйв сделать и потом принять решение. Ну, подожди, это я тебя знаю, там ты меня знаешь, да, там, ну еще там, не знаю, там сотню ты знаешь, и ты к ним придешь там на какой-нибудь Zoom там или на пресейл, да, там и правду матку это расскажешь. Вот, а еще там эти тысячи, миллионы, до которых ты никогда не дойдешь, а там такие могулисы ходят, там, мама, не горюй. Для этого и... Это бизнес по-русски на самом. Для этого есть комьюнити, где мы можем обсудить любые вопросы. Вот, и силы еще лучше это делают, поверь мне. Наши там местами там под мастерик должны ходить. И поэтому мы про это разговариваем примерно на 6 тысяч человек. Леш, давай как-то выбираем между вендором и заказчиками. Я всегда выберу заказчика, прости. Я вижу, что Артем уже давно хочет высказаться. Артем человек, к которому приходят... Наверное, кто угодно придет к Артему в пилот. Скажи вот про свои ощущения. Да, меня Владимир сюда пригласил. Эта история была про какой-то опыт ошибок, да. Я вот только увижу, слышу опыт успеха, да. Замечательные, вы такие клевые. Вышли с победами. Да нифига. Вот я другое хотел от вас слышать на самом деле. Так, по мне. По мне, что происходит? Рынком сейчас управляют сейлы. Ну вот объективно говоря. Мы с вами встречаемся порой, знаете, нас поженили между собой. Вот, да, история про ваш сок, да, который что-то там дедос не поймал. А вы когда туда заходили, где границы? Кто мерил границы? Неадекватный заказчик или вы когда на присейл туда вставали? Ну, скорее, наверное, я говорил про нашу ошибку. То есть ошибка была в том, что мы ходили в одно подразделение и для них свое ожидание, свои границы, да. Но как выясняется, заказчик-то гораздо шире. Вот в чем был мой посыл. И с ОКО нужно общаться не только с функциональным заказчиком, не с безопасностью внутри, но и с IT, и с бизнесом. Я больше про адекватность. Ну, то есть, вот мы с вами, по-моему, не со всеми, да, с Венстейджем мы еще только знакомимся. Вот, мы с вами со всеми уже давно знакомы. Ваши сервисы, я знаю начало, знаю конец. Вы меня не знаете. Я порой сам себя не знаю слишком большой, да. Безусловно, что скрывать. Вот, но мне крайне не нравится, когда мне начинают на этапе входа на продаже нового сервиса, рассказывать, что он покроет все мои задачи. Там про МДР, там и все остальное. Да не работают. Вот если мы сегодня не про гибридные, про сервисы, да, будем говорить. Расскажите мне хоть один успешный опыт в ГАСУхе реализации, в полный рост ваших сервисов. И что вы понимаете под реагированием? Мы прореагировали. Окей, хорошо. Поднимите мне, расскажите один кейс, когда вы реагирование без моей эксплуатации сделали это самостоятельно. Ни один госучреждение вам не передаст эту функцию. Ну, в адекватной, в большей степени. Есть, конечно, может быть какие-то небольшие кейсы. Я согласен. Есть нюансы, Артем. Есть нюансы. Нет, я не спорю. Жалко здесь сайлов нет. С удовольствием вы пообщались на эту тему с ними. Есть силы в зале? Кто-то хочет на сцену добавиться? Нет, без вас нельзя, это безусловно. Рынок-то из вас прирастает пока, в том числе. А по поводу… Нет, Лех, я закончу, да. Целый раз, следующий блок – это эсэмы. Это прям вот честно, это вот моя дичайшая любовь. Я не знаю, в каком месте их специально обучают. Всегда говори «да» заказчику. «Да». Надо сделать это «да». Все, мы это сделаем. И ушли. Неделя, вторая, третья, четвертая. Заказчик забыл даже уже. Потом вспомнил, чаще не вспоминает уже даже. А если вспомнил, начинается вот этот негатив. Но всегда говорим «да», мы это всегда сделаем. Потом появляются особенности еще. Вот это болото, болото уже такое «да ну нет, не хочется». Я примера сейчас не буду конкретно проводить, но если вы меня достанете, я скажу прям. Про конкретных людей. Про Гартнеровскую модель я вот тут слышал. Почему-то Вова Агдрюков удивился. В 2018 году кто-то еще использовал Сиемы из Гартнера. Это что такое? Не, использовали, но в смысле все потихоньку начинали уже от них отползать. Это в 2018 было? Да. Мне кажется, это вот только год назад, года два пошел этот тренд. Резюмира, да, весь мой спич. Я несовершенен, я это прекрасно понимаю. Со мной проблем огромное количество всех, кто со мной связываются. Но это здорово, это интересно. Мы каждый день познаем что-то новое, мы движемся вперед. И мы стараемся не ругаться, как бы мы там в какой-то момент времени не находились. И проблема-то вот с управлением лояльностью, она даже лежит не только с вашей стороны, но внутри внутреннего заказчика, внутреннего потребителя ваших сервисов. Потому что разговаривать с бизнесом это не ваша задача, это задача моя. Но только тогда, когда я буду понимать, где вы начинаетесь и где вы заканчиваете. Вот без этой маркетинговой истории, да, и чтобы вы мне четко подписали, что вот это я сделать не смогу. Потому что очень часто бывает, что вас пока к стенке не поставишь в угол. Да мы это сделаем, да мы же это сделали. Ну, ребят, ну это ж не то. Не, ну мы это сделали же. Я говорю, вы понимаете, что мне управлять вашими внутренними вот этими результатами, чтобы вас драйвить внутри бизнеса. И это мне крайне важно. А если меня с одной стороны бьют по голове, и с другой стороны меня обманывают, или просто меня ведут в какую-то новую продажу, ну так дело не пойдет. Вот объективно говоря. Слушай, Тём, при твоем объеме бюджета ты идеальный. По крайней мере для ссылок. Вот для СМа, да, я согласен, там другая крайность. Ну я же не лошара в конце концов, да, и коллеги мои такие же, и не идиоты, да, потому что мы хотим получить результат. Мы готовы за это платить, потому что в конечном итоге Москва, да, это лидер по цифровизации. И социальные большие проекты мы тащим также на своем борту и результатами. Здесь сидящие на сцене, в зале вы этим пользуетесь. Это наша совместная работа. Ну это титанический труд, вот это вот, проходи. СМ на историю, СМ на историю с сейлами. Целую, пух, давайте в диалоги. Леш, ты хочешь что-то рассказать про свои истории факапов или уже пропустим? Вов, не знаю, тут столько рассказали. Во-первых, я под большим количеством кейсов подпишусь, но как это все сейчас у нас превратилось в такое закидывание друг друга. Хорошо, что сейлы из зала не вышли, хотя было бы интересно, если бы сейлы вышли из зала. Поговорили бы о том, как и что надо продавать на рынке. Там бы потом маркетинг подтянулся или маркетинг, пиар и так далее. А самое главное, как не продавать? Не факт. Вот прям вообще не факт. Меня, когда я работал в позитиве, сейлы очень не любили, потому что я каждый раз оптимизировал спеку под заказчика. Они говорят, ты что делаешь? Мы продали же. Поэтому теперь не в бизнесе, а в заказчике работаю. Выгнали наконец. Удалось через 10 лет. Да, я, слава богу, спеки не считаю. Я даже зачастую не вижу, что там написано и не знаю, что там написано. У меня во время обсуждения родилось два тезиса. Один, вот Сергей мне даже… И один тост. Нет, да, Сергей там помог сформулировать. Пункт номер один. Мы же все понимаем, что сок — это не CM. Потому что в большинстве случаев… Но это не 2015 год, ну давай. Каждый раз идет речь. Мы пришли, поставили CM, подключили источники, настроили корреляции. Дальше пошло реагирование. Подозреваю, что под реагированиями дальше рассказывают о письмах в почте. И на этом реагирование заканчивается. Никто не рассказывает о реагировании, которые реально можно выстроить и надо выстраивать в наших клиентах. И причем, Артем, соглашусь с тобой полностью, реагирование вообще невозможно без самого клиента. И тут тоже необходимо управлять ожиданиями. У нас был такой факап. Я, вернее, даже не знаю, как факап. Это, вернее, закономерность. И я до сих пор не знаю, как ее решить. Ты можешь очень-очень круто придумать, как ты будешь внедрять свой сок, настраивать средства, устанавливать их. И дальше туда можешь очень круто даже рисовать зону ответственности. Но наша отрасль меняется каждый день, ежеминутно, ежесекундно. Инфраструктура меняется точно так же. И как побороть то ощущение, то, о чем мы договорились полгода тому назад, оно не выбито из камня и может деформироваться, и необходимо быть гибким в любой момент времени. Это тот вопрос, на который я не могу ответить до сих пор. Потому что эта гибкость, она нужна с двух сторон. И со стороны того, кто оказывает сервис, и с той стороны, кто получает этот сервис. А дальше самая большая боль. Мне очень понравился пример Антона про сделать так, чтобы было достаточно только сабжектов в письме. Вот ты нарисовал такой план внедрения сервиса в Excel, страниц там на кучу. Как заставить клиента его прочитать? Это прям ребус, который до сих пор я не знаю, как решить. Потому что в большинстве случаев от недопонимания в самом начале, какой объем работ ляжет на инфраструктуру, на эти подразделения, которые не пригласили на этапе внедрения SOCA, как могут поменяться бизнес-процессы, или они там могут работать медленнее, наоборот быстрее, либо они будут генерировать колоссальное количество инцидентов, либо вообще у нас был факап, когда нам бизнес уверял, что этого функционала нет в приложении. И поэтому это мониторить не надо. Есть. Оказался. Мониторить надо было. То есть надо это проверять и верифицировать, и тоже не верить на слово, когда тебе выдают эту информацию с точки зрения клиента. И основной фактор – это давайте все-таки меняться в процессе взаимного взаимодействия. Это вот основной посыл. И нет ничего железобетонного. Надо прям это четко понимать. И вовлекать сразу все подразделения со стороны клиента и заказчика. Слушай, ну пожелания хорошие. Проблема в том, что зачастую тяжело исполнимые. Потому что, пойми, заказчик, когда к нему начинают ходить соки, ну не важно, любые ссылы от любых компаний, он как в магазине игрушек. Они ему говорят, мы вот это, вот тут солдатики, тут паровозики. И он говорит, да-да-да, хочу, хочу, хочу. И у него есть какой-то бюджет. И в зависимости от него он набирает из этих хотелок максимум, что может. Ему же никто не объяснил на старте, эти же ваши ссылы прекрасные, не объясняя, что вот эта фича, она от тебя потребует еще каких-то чудовищных трудозатрат. А вот эта фича, она случается, но в твоем случае она раз в год стрельнет, и ты то хорошо. А вот эта фича, она скучная, звучит неинтересно, дешевая вообще, но это 90% своих проблем. Вот никогда же так не происходит. Всегда там пытаются напихать в спеку там по самой «не балуйся», там еще там рассказав прекрасными словами и от преселив на этапе пилота, где там обязательно что-нибудь еще и выловят. Потом еще презентацию показать классную, рассказать. А потом, когда вот на практике с этим начинаешь, ты понимаешь, что вот из того, что вот прекрасного, там самого дорогого, но оно тебе в год раз понадобилось, уже хорошо. А может быть и не понадобилось. А тебе потом еще руководство объяснить, нахрен он ты это купил. У меня такой встречный вопрос. Знаешь, я когда покупаю машину, я в принципе ожидаю, что мне надо будет омывайку зимой заливать, резину менять и техобслуживание проходить. И очень странно слышать от службы ИБ о том, что они когда смотрят на красивую елочную игрушку, не понимают, что из этой елочной игрушки ей пригодится. Спроси, не знаешь, спроси. Леш, в том-то и дело, что мне продают машину, говорят, что за тебя будут заправлять, резину менять. Мне тут же сейлы, кстати, начали писать. Ребят, не у вас проблема, честно. Не, она у вас есть, правда, но без вас никуда. Но что-то с этим надо делать, это определенно. Вот я о том, что ожидания-то не всегда такие. Ты абсолютно говоришь адекватные вещи, что действительно машина, нужно заниматься с двух сторон. Не только с точки зрения, когда тебе это продали. И ты должен понимать, что это теперь и твой груз, и твоя ответственность. Продолжаю, кстати, продолжая твои слова, если я тебя прервал. Не прервал, нормально, все хорошо. Вот, продолжая твои слова, мне бы хотелось, чтобы в следующий раз мы можно через одного будем сидеть? Нам ближе будет. А то вот эта история, она всегда будет продолжаться. Я боялся драки, если честно. Ты тебе кого-то ступишь, уже пропиевитная. По себе судишь, да? Так вот, в следующий раз хочется все-таки нас немножко размежевать, и нас чтобы было немножко побольше. А чего же ты сюда-то пришел? Меня сюда посадили. Кто? Ну, по количеству стульев, я так понял. Нет, я неправильно что-то сделал? Все так. Все так. Хорошо, вот. Вместе мы с вами находимся, правда, в одних проектах, в разных проектах, в разных стримах. Как влиять на это изменение. Блин, я вот долго на самом деле сюда шел. Нет какой-то вот этой таблетки, может быть, кроме одной. Это просто начать себя уважать как профессионалов. И понимать, что совершенных людей нет. Ни заказчиков, которых мы любим называть там нездоровыми, да, чаще всего бывают здоровые, но тоже неадекватные. Вот. Подрядчики, вендоры, которые там в чем-то тоже нехорошие. Подрядчики вообще слуги сатаны. Вот. Здорово. Что-то я хотел сказать. Жень, не сбивай. Жека, ты молодец. Теперь понимаю, как это в жизни у тебя происходило. Так вот. Про уважение, да. Вот если мы находимся в одном проекте, мы этим управлять будем через общение, через просто нормальную коммуникацию человеческую. И если мне что-то как заказчику надо, я хочу получить адекватный ответ, который соразмерен моему запросу. А не хороводит вот это туда-сюда, туда-сюда. А получить, сказать, я это не могу. Вот для меня порой важнее честно от вас услышать «не могу». Не мое, не могу. Вот это простая нормальная история. Можно? Я вляжу. Можно опять? Можно, можно. Не могу. Да, смотрите, я, наверное, хочу коротко резюмировать. Как-то первый час или раунд, не знаю, я услышал, наверное, два тезиса. Первый такой, скорее, технический, что все взаимосвязано. Или, как сейчас, наверное, снова модно говорить, все перепятено. А второй, много разговоров про взаимодействие, ссылы, не ссылы. Я могу свою ассоциацию в этой части сказать. Вот елочные игрушки, автомобили. Вот, на мой взгляд, история про сервисы – это как брак. И вот, Женя, представь, что ты красивая девушка. И вокруг тебя ходит куча мужчин, которые приносят тебе цветы, конфеты и так далее. Ты между ними выбираешь. Ты же будешь не за конфеты выбирать. И на самом деле, действительно, история про сервис аутсорс – это ровно такая. Спайка, которая в этом месте должна возникать между заказчиком и сервис-провайдером, настолько глубокая, что нужно говорить, я не могу, я устала, у меня болит голова, я не умею такого, этого я делать не буду. И взаимодействие должно быть в этом плане двустороннее. А теперь ты, друг, давай вынеси мусор. Прости, конечно, но вот пример неправильный. Потому что… Ты знаешь, что девушки выбирают не за конфеты. Да, не за конфеты, да, и даже не за внешность. А я про это и говорю. Что когда тебе приходят с елочными игрушками и конфетами, это не повод выбирать. Нет, он на самом деле про брак даже. Тут не про выбор, а про брак. В браке это работа. То есть ты предлагаешь сок выбирать, когда глубокое чувство какое-то появится. Когда можешь говорить, Вова, я тебя люблю, мы контрактуемся. Здорово, про глубокое. Я, кстати, не думал про это, нормальная история. Не, больше брак, брак, брак. А потом, Вова, я тебя больше не люблю, разводимся так вот. Ну, оно так и происходит. Отчеты отличные, все инциденты закрыты, пойманы, респонс оказан. Угасли чувства. Тогда я, получается, многоженец, да? Страшный многоженец. У меня есть предложение. Но, по-моему, правда, все-таки есть те, кто знает, чего хочет, ищет и выбирает. А есть те, кто, наверное, сидит, может быть, даже ему не нужно, но ему приходят, показывают, и он может согласиться. Почему должен? Почему должен? Давайте я тоже вставлю слово. Потому что мама просит, чтобы ты скорее женился, и поэтому ты выбираешь себе коммерческий сок. Получилось, что я в заказчике дольше работал, чем в поставщике, поэтому ваши более мне знакомы. Тут мне не очень понравилась ассоциация с магазином. Дело в том, что сок — это контроль безопасности. Это, знаете, как фейервол, как антивирус. Ну и сок. Просто он такой многослойный, у него технологическая часть операционная. Он в ваши процессы вписывается, то, что вашу безопасность обеспечивает. Процессы у вас свои немножко, поэтому у вас какая-то коробка, она может не встроиться. Поэтому, ну как бы, и фактически набор сервисный состав соков, он отвечает на вопрос, сколько безопасности вам нужно в этой области. То есть я к чему все это клоню? Что, ну, должна быть какая-то, наверное, ну, такой ТЗ, да? И вот прочитав ТЗ, ну, я вам честно скажу, я не хочу обмануть ожидания. Я не хочу потом краснеть перед заказчиком. У меня, ну, я, не знаю, там, репутацией, что ли, дорожу. Да, я не хочу, чтобы мне говорят, ну, слушай, ну, что это такое? Ну, мне реально стыдно. Я переживаю за все, что делаю. И я воспитываю людей, которые там работают у меня, что они тоже переживают за то, что делают. Не просто, знаешь, там, отработал 8 часов и ушел. Я хочу, чтобы он делал результат. И делать результат можно только тогда, когда попадаешь в ожидание, когда ты даешь ценность заказчику. Я хочу давать ценность заказчику, а чтобы давать ценность заказчику, мне нужно вы не обманывать. Скажите мне, сколько вам нужно безопасности, и я вам скажу, я могу вот эту вот часть закрыть, а эту я не могу. В колорах я даже скажу, как ее закрыть, например, не с нашими продуктами, не с нашими сервисами, если вам это интересует. Но я хочу, чтобы вот этот мой вклад, то есть я убиваюсь на работе, чтобы это было не напрасно. Чтобы сказать, ну, да, блин, это было не зря, это было круто. Мне это будет очень приятно. Я полностью разделяю твой подход. Разделял его, наверное, уже. Проблема в том, что таких, как ты, мало. Основная масса людей, которые ходят и продают сервисы, услуги, продукты в том числе, они никогда в жизни тебе не скажут о том, что где-то у нас не работает от слова совсем, хотя заявлено, а где-то работает, но не очень. А где-то пока плохо, но мы стремимся куда-то. Вот они не будут таких вещей, они говорят, мы охрененные ровно во всем. Я подскажу тебе решение. В предпредыдущей работе в ТНК у нас был процесс оценки проектов. Когда делается проектная идея, создается определенный документ, который потом бизнес оценивает и сравнивает ценность от внедрения системы, процесса, внедрения чего-то с затратами на него, грубо говоря. Такой P&L маленький считается. И потом, спустя годы, которые заявлены в этом документе, это P&L посмотрелся, а достигли ли эти цели, достигли ли такого усовершенствования чего бы то ни было, вообще получены цели. И это делается не для того, чтобы кого-то на кол посадить, это очень правильно, а это делается для того, чтобы извлечь какие-то мероприятия, которые помогли бы все-таки вот эту ценность достигать. Может, мы прогнозы неправильно строим, может, мы неправильно затраты, себестоимость оценим, может быть, у нас работают проектные менеджеры неэффективные и так далее. Но очень важно оглядываться назад и смотреть. Вот я тут внедрил себе операционный процесс безопасности, там, Security Operations Center, да, спустя пять лет. Вот он мне дает ценность, которую я хотел, когда это делал, или не дает? А почему мне это не дало? Оглядывайтесь, смотрите, приходите к нам, в конце концов. Мы вот тут у вас покупаем сервис пять лет, а нифига ни улучшения не наблюдаем. Мы очень рады таким челленджам, и мы готовы их рассматривать. Потому что у меня работа как руководителя, собственно, я считаю метрики, да, и придумаю, что с этим делать. Приди ко мне с этими своими челленджами, и я их превращу в метрики и придумаю, что делать. Так я к тебе и хожу. Просто проблема в том, что я один о тебе знаю, там, да, ну, не знаю, там, может, друзья твои, да, там. Сейчас вот народ на софт-форуме послушает тебя, там, попросит у организаторов твой e-mail. Лови вопросы. Серега, превратишься в сейла. А можно здесь ворваться? Я надеюсь, он не превратится в сейла, да, там, когда он в сейла превратится, тут у нас солнце коллапсирует, просто мы все сдохнем. С историей того, скажите, сколько безопасности вам нужно, какие метрики нужны и так далее. Вот, как мне кажется, это достаточно большой космос, да, в который мы там вместе с заказчиком можем улететь и эти метрики придумывать. Нельзя ли здесь проще? То есть почему я должен, как сервис-провайдер, выдавать заказчику некое меню, из которого он там должен уметь выбрать? Почему я должен придумывать ему метрики, обосновывая свои результаты? Я сейчас закончу. То есть простое. Почему не сделать сервис, который один сервис? Я тебя защищу. Тебя не сломают. И результат этого, то, что пришли, проверили и не сломали. И все всем понятно. И тогда у нас не будет дискуссии, а что же вы хотите, от чего вы хотите, а зачем вы это хотите. Ну, наверное, вопрос стоимости такого сервиса, что мы вас защитим от всего. Да, и вопрос возможности реализации в итоге этого всего. Тут становится не вопрос возможности реализации, а вопрос готовности сформулировать такой запрос. Потому что на самом деле, если посмотреть, я очень сталкиваюсь часто с чем? Прибегают, как вы вспоминаете, ссылы, присылы, говорят, ой, смотри, вот тут ТЗ. Я говорю, что хотят в ТЗ? Самый главный критерий – реагирование за 10 минут. Что такое реагирование? Письмо, которое ушло на почту, на почтовый ящик. Я говорю, нет, неинтересно, не участвуем. То есть вопрос в том, насколько рынок на текущий момент готов предъявить действительно адекватные требования к сервису кибербезопасности. Не и вопросы в том, что здесь и сейчас мне необходимо, чтобы вы зарепортили, заблокировали айпишник или еще что-нибудь сделали. А насколько более грамотно и бизнесово поставить запрос к текущему моменту. Алексей, можно секунду? Секунду прямо. Видимо, когда… Слышно? Слышно. Видимо, когда я говорил про адекватность, у меня микрофон был выключен. Вот только что я услышал, зачем мне меню, зачем мне что-то предлагать, и давайте дам сервис на все. Серьезно в это верить? Не на все. А, уже не на все. Нет, подождите, вы мне только что вот здесь предложили, давайте я лучше сделаю… Сервис, который защищает от того, чтобы не сломали. Не сломали. Да. Не сломали по любому кейсу, да? Нет, почему по любому? По любому. А, уже не по любому. Так нет, ну вот серьезно, вот это так и происходит, ребят. Походу, он перерождается в сейлы. Это ровно так и происходит, и так же разговаривают с нами с сейлы. А давайте вы мне нальете денег в вагон, ну там, ерда три, будете жить спокойно. Так не бывает, и так не будет никогда. И вы это знаете прекрасно, не хуже меня. Вопрос в постановке вопроса. Артем, смотри, я могу прийти в компанию и гарантировать, что из этой компании не украдут деньги, если я там буду стоять в мониторинге с респонсом. У меня сейчас рискориентированный подход, да? Ну, это просто, смотри, я согласен с тем тезисом, то, что неаккуратная формулировка не взломают, она действительно неаккуратна. Инциденты в компании будут. Будут и открывать письма, и Wi-Fi, социалка, пароли, потерянные ноутбуки, все что угодно. Эти инциденты будут. Вопрос в том, чему приведут эти инциденты. Насколько страшно в твоем скулпе, если еще какой-то компьютер вдруг заразится чем-то и через два часа вылечится? Это критично для тебя? Еще какой-то? Ну, грубо говоря. Или там вопрос в том, как правильно поставить задачу. Нет, с тобой нет. В этом контексте я согласен. Если мы говорим о каких-то недопустимых событиях, которые только ты мне закроешь, целиком и полностью скажешь, ну вот здесь выдыхай, бро, и вот этого точно не произойдет. Остальное рухнет. Да. Да, возможно это нормально. Нет, если это возможно, но дальше если ты скажешь, что… Что рухнет? Нет, если возможно, чтобы оно рухнуло. Но если ты скажешь, что нет, мне важно, чтобы это не случилось, потом параллельно не случилось вот это, вот это, вот это, мы можем эту задачу детерминировать и нормально решать. Ну, это обсуждаемо. Но здесь уже проблема дальше с рисковиками будет. Это прямо отдельный большой стрим, потому что как этот механизм будет реализовываться. И там есть сложности. Но он проходной. Мы, кажется, мы зашли на очень хорошую тему, вообще ожиданий. Чего заказчик вообще, в принципе, ожидает от сервиса. Мне кажется, у нас хорошая компания, для того, чтобы про это поговорить, у нас есть два заказчика, у которых есть какие-то свои ожидания. И вот ожидание Артема номер один, не врите мне, рассказывайте мне правду. Оно понятное, оно, в общем, вполне обоснованное. Вы знаете, вот у меня тут в зале есть коллеги из правительства Москвы, которые каждый день с этим сталкиваются. Не с враньем, нет, они занимаются. А, и с враньем тоже. Они каждый день просто занимаются реальной безопасностью. Вот вы их тоже знаете не понаслышке. Мы уже между собой передаем базу знаний, кто в чем плох, не хорош, потому что вы все прекрасны во всем, да, а вот кто куда не дойдет. Вот это уже такой best practice, с которым мы вынуждены между собой общаться. Это тоже до дорогого стоит, поэтому вот надо как-то эту историю купировать. Это не хорошо, не плохо, это вот наша текущая действительность. У меня контраргумент к тезису, что спрашиваете, вопрос задавайте, расскажем. Так проблема в том, что и спрашиваем, да, кто от вас приходит-то? Приходит сейл, да, там, он с собой приводит пресейл. Вот пресейл, пресейле, да, там, ну, ничего плохого не скажет, а может быть и без него не скажет. Вот можно как-нибудь сделать так, чтобы сначала сейл пришел, да, там, заинтересовал, а потом не приходил, вот, до какого-то момента. До следующей продажи? Ну, там, не знаю, там, на Новый год может прийти, там, на 8 марта поздравить, там, 23 февраля, вот, а вот, ну, там, контракт принесет, пускай подписанный. Ну, то есть, как бы, чтобы мы вот о финальной сумме уже не с ним договаривались, да, вот, ну, пускай там технический пресейл какой-нибудь будет, вот, с ним договоримся. Мне кажется, важный вопрос поднял вот Алексей, и мы как-то его немножко замылили. Там, в сторону конструктива хотел тоже немножко поговорить. История про развитие и про то, что все быстро меняется, это действительно правда. И, ну, по нашему опыту хорошая практика, если сразу закладывать и действительно хорошо прорабатывать заказчикам историю про развитие. И эту историю нужно, она достаточно, скажем так, без четких каких-то зон, да, ее нужно прям очень хорошо регламентировать, кто как будет реализовывать развитие. То, о чем я говорил, что там современный сок, это в первую очередь про исследователей, там они технологии, ну, очевидные вещи. И вот развитие, как неотъемлемая часть любого сок-контракта, да, там с сок, коммерческим соком, это действительно достаточно интересная история. И проблема в ней в том, что в каждом случае она будет уникальная. То есть где-то провайдер должен обеспечить, например, развитие методики по детектированию угроз, да, то есть где-то он должен продолжать развивать историю про респонс, про автоматизацию тикетной, там, сервисной системе заказчика. Где-то эта история про исследование каких-то региональных там атак и про обогащение, да, то есть в каждом случае уникальная тема, да. И вот как это регламентировать, как это правильно, скажем так, оценить по стоимости, да, и заранее спланировать, понимая возможности заказчика, это достаточно большая задача. Так, а можно я попробую вмешаться в повестку, мы действительно сейчас говорим про ожидания взаимно друг от друга. Давайте попробуем пообсуждать именно в таком ключе. Вот ты, Леша, сдал тему очень широко, что у каждого заказчика своя история. Давайте прям по кейсам поговорим. Вот у каждого из вас, сервис-провайдеров, точно была история, я чего-то заказчику предложил, и он именно этого и хотел. Или наоборот, заказчик чего-то хотел, и я смог для него это сделать. У каждого клиента есть ожидания, чего я вообще хотел от сервис-провайдера и получил или не получил. Вот я предлагал бы вот в такой повестке. Можно тогда я сразу начну? Почему? Потому что вот я прям с языка снял про тредхантинг. Прям короткая история, даже не история, а просто даже в диалоге. Есть негативный опыт по взлету или не взлету сервиса по тредхантингу? У вас, да, я так понял? Вы же рассказывали. Я рассказывал то, что… И он у вас трансформировался во что-то, да? Думали, изначально предполагали, что это опциональная история. Сейчас, конечно, пришли к тому, что это обязательная история. Но уже ряду заказчиков мы это позиционировали как опциональная. Понятно, но у меня тут больше про другое, про то, что сервисом разведку прям очень сложно поднимать. Наверное, не знаю, если у вас опыт есть у заказчика. Вот у нас есть, мягко говоря, такие шероховатости. Мы для себя это сейчас, наверное, уже рассматриваем, закладывая разведку как инцидент, как подозрение на инцидент в большей степени. Почему? Потому что огромное количество флуда, которое я могу получать из открытых источников, из закрытых источников отношений, своей инфраструктуры, для меня это уже недостаточно. Для меня это вынимает и вытаскивает огромное количество средств дополнительных, аналитических. То есть люди отвлекаются. Это вот сейчас боль. Я сейчас про боль говорю. Я не знаю, может быть, у других коллег проблем нет, кто меньше, может быть, по рынку там. И слава богу, с точки зрения… У нас это прям действительно… Я не хочу, чтобы там гигабайты информации, которая там… Неважно, в какой машине, читаемом виде, еще в каком-то виде справок я получаю, мне приходилось дополнительно анализировать на предмет чего-то. И здесь я понимаю вашу боль, потому что вы все-таки находитесь за контуром, наверное, заказчика. Вы не знаете о нем чуть больше того, с точки зрения обогащения, с точки зрения того, на что это можно погрузить, на что это можно оценить, как некий лендинг полученную информацию, чтобы дать мне это инцидентам. Но мне бы хотелось, чтобы вся разведка, которую вы оказываете, она упаковывалась в инцидент менеджмент в виде поднятого подозрения на инцидент. Это очень важно. Это вот прям отдельная боль. И не знаю, вот если у вас по рынку есть прям готовые кейсы, можно это обсуждать. Это очень клевая история на самом деле. Пока это вот нерешенный вопрос. Вот вам практическая история. Ну, на самом деле, действительно, вот именно поэтому мы и пришли, что это должна быть must-have история. То есть мы по трейдхантингам понимаем определенный процесс, который может как раз связать в том числе анализ и мониторинг внешнего контекста организации, в том числе история про ресерч, про purple team и так далее. Все, что происходит рядом с соком, трейдхантинг помогает, скажем так, проверить это внутри организации и адаптировать модель по детектированию и как раз ввести это уже в инцидент-респонс. Но если говорить простыми словами, просто как пример, то есть в одном заказчике мы увидели в телеграм-каналах явные сливы информации. То есть как бы это занесли как гипотезу в трейдхантинг, проверили эту гипотезу несколькими способами и нашли в заказчике, скажем так, средства, которые позволяли эту информацию перехватывать и, собственно, помещать ее в интернет. Вот пример, как можно усилить сок, который изначально всегда был настроен на мониторинг внутрь через трейдхантинг, как процесс, который стоит на границе, и через мониторинг внешнего периметра, DRPS, защита бренда, подобные услуги, киберразведка. Это делает действительно намного более эффективным. И, на мой взгляд, как раз в следующие годы мы перейдем к тому, что это будет вообще must-have, такая обязательная функция сока. Если сейчас заметили, вот на конференции, я для себя заметил, вот относительно прошлых лет уже всем плевать. Раньше подходили, а с чем вы работаете? А, у вас там спланк, а у вас там то, все. Вообще плевать. То есть все ходят, даже никто не смотрит на эти дашборды. То есть сок воспринимается уже просто как то, что вышло на плато продуктивности. То есть уже эта история устоявшаяся. И вот как раз, как следующее развитие, я думаю, будет история про как раз мониторинг внешнего контекста, MDR компоненты, как реагирование, уже такое более качественное. И тогда бы я еще добавил, коли уж мы рассматриваем эту историю, пошли в защиту бренда, телеграм и все остальное. Здесь мы волей-неволей через год, через два придем в ангую. Это будет очень большая интеграция, серьезная интеграция с пиар-рымком. Почему? Потому что вот сейчас, на протяжении нескольких лет, нас используют с точки зрения инструмента воздействия, с точки зрения репутационного ущерба. И все чаще и чаще мы с этим сталкиваемся и будем сталкиваться. Поэтому наши инциденты, они должны заканчиваться не на ИБ, а они будут в большей степени. И для бизнеса, вот, кстати, отдать должное, для бизнеса это порой даже важнее. Чтобы наша история закончилась не только просто закрытием инцидента, но и некой понятной пиарной историей, что, ребят, нас оболгали, либо нас не оболгали, что с этим делать дальше, да, с этим инцидентом. Но репутационные риски закрываются не нами, а, соответственно, другими службами, которые работают уже непосредственно с бизнесом, потому что бизнес как раз прямую отвечает за эту историю. Поэтому вот здесь уже граница, она вот что и дальше. Что здесь нам придется очень тесно взаимодействовать. Такой опыт взаимодействия у нас уже был. Прям хорошо работает. Честно, очень хорошо. Бесшовная вот эта история, потому что у них-то и свой мониторинг есть, в том числе и спичеры свои, и каналы коммуникации с инструментами. Спасибо. Артем, расскажи кейс до конца. Вот опыт взаимодействия такой был. Что это было для сервис-провайдера, что это было для заказчика? Как оно было построено? Ну, то есть там сервис-провайдер вместо тебя ходил в IT, в бизнес? Нет, нет, нет. Здесь прям такая длинная ветка коллаборации. То есть с одной стороны мы внизу имеем… Это не классическая разведка, но это разведка, да? Это не какой-то там объемная куча информации. То есть это какие-то конкретные ресурсы, которые мы смотрим. Я сейчас постараюсь аккуратно, без деталей дам, дабы ничего не подсвечивать. То есть мы знаем пул тем, там некие хэштеги, по которым мы ищем информацию, которая так или иначе в отношении нас будет появляться в публичных, либо в каких-то закрытых чатах, либо в других теневых ресурсах. Мы видим, да, например, какую-то публикацию, например, про утечку. Мы четко понимаем, что это направленная информация про нас. Нам дальше вектор раздваивается. Действительно была утечка, либо это была не утечка. Эта история направлена исключительно на то, чтобы нас оболгать, чтобы мы там, условно говоря, в воскресенье вечером, когда все спят, это попало сначала на разные информационные ресурсы, а дальше побежало по паблику. И вот здесь на самом деле мы поднимаем, мы делаем некий предварительный анализ той информации, которую мы получили. Мы ее анализируем на предмет бизнес-рисков, на предмет репутационных рисков. Мы готовим для нашей, совместно с нашей пресс-службой некие там, в том числе, скажем так, некие даже пресс-релизы, если мы четко понимаем, что это просто история про пиар. А СБ, извиняюсь, СБ в этом участвует? Кейс-бай-кейс, потому что бывает очень часто, что эта информация в том числе и под компрометированием уголовного кодекса, тут тоже такое может быть, и там действительно приходится подключать СБ. Но чаще всего это обычная хейтерская история, которую нужно просто разогнать. Очень часто сейчас же продают базы данных. Мы чаще, я не знаю, вот здесь сидящие в зале, наверное, здесь вы знаете, что если происходит утечка, ее никто не продает на следующий день. ее сначала монетизируют максимально, а потом уже пиарят, чтобы ее либо снова перепродать, либо просто похайповать на этой теме, не более чем. И чаще это пиар. И вот здесь очень важно вместе с пиаром подготовить правильный пресс-релиз, помочь пиару для того, чтобы свою репутацию так или иначе вынести, потому что они тоже живут в определенной степени недостаточной информации. им нужна наша техническая информация с точки зрения экспертизы, внутренней экспертизы. Мы очень часто привлекаем экспертов с рынка, которые точно так же могут сказать, потому что публикации бывают не только про утечки, например, про новые технологии, либо про используемые технологии, которые мы используем. И рынок не стоит на месте, мы в диком Эджайле живем, это все прекрасно понимают. У вас снова выходит продукт, вы тоже с этим сталкиваетесь. И вот здесь вот я говорю о том, что наш сок это уже не только вот, а уже это прямо уже близко с бизнесом, близко с пиаром, к этому нужно готовиться. Но по большому счету ты сказал, что ты получил данные об утечке от внешней киберразведки, а дальше все сделал сам. То есть у тебя дальнейшего погружения киберразведки внутри тебя не происходит. Ну здесь без диалога нет, это не просто я получил, а дальше мы же все равно с вами находимся в диалоге очень часто. Даже когда вы мне приносите информацию в рамках расследования, это же огромное количество вот туда-сюда, туда-сюда мы обсуждаем с вашими командами по расследованию. Просто отчет выдали и все, и мы тут сидим курим. Нет, точно так же и по разведке. Мы получили информацию, нужно дообогатить, нужно понять, нужно откуда, нужно посчитать риски, кем размещено, какая его репутация, на что это может повлиять, куда это может пойти, что это за канал, с кем он взаимодействует, что за информационная площадка, кто с нее может перепродать эту информацию. Это огромная аналитическая работа, которую мы не только сами делаем, мы делаем и с нашей первой службой, и с вами в том числе. Потому что вы знаете, телегиаете многие ресурсы с точки зрения экспертизы. Ну я не хочу сейчас просто в детали технические выходить, потому что скрывать эту историю, как она гораздо глубже, гораздо интереснее, но она правда, она имеет место быть. Это да, это постоянная работа. Вместе. Кстати, здесь у нас лучше с вами получается, чем в мониторинг. Постепенно перешли к серьезному разговору. Да, тут правда есть еще вопросы из чата. Я не знаю, стоит ли к ним возвращаться. Ну, раз Сергей Солдатов сказал давай, вообще вопрос к нему. Но я предлагаю его чуть-чуть расширить. Я думаю, что, не знаю, будем ли мне отвечать. Вопрос такой, какая эффективность XDR Касперского на данный момент и какие факапы уже были? Я предлагаю решить это вообще для всех XDR-ов, если кто-то готов поделиться. А там байпасы еще не спрашивают? Ну или ограничение технологии. Серега, ты готов? Ну смотрите, ограничение технологии XDR от Касперского, он базируется на продукте. То есть там под низом те же драйвера и те же перехваты, которые используются в продукте в эндпойнте, да? И поэтому все технологии обхода, которые работают в эндпойнте, они работают там. Если совсем коротко. По поводу… Мне не нравится слово «факап». Нет, давайте действительно. Раз вопрос с зала пришел, мне кажется, что человек действительно интерес более… Я просто не хочу заниматься маркетингом нашего продукта. Я скорее так как-то. Много сейчас разговоров, потому что тема XDR, вообще говоря, потенциально замещающая всю историю Сока, сделал себе хороший XDR, 7 дальше не нужен, и вот оно счастье. Ну это, наверное, мы поговорим о футуристической сессии, которая будет вечером. Это упаново надо было так разговаривать. Но смысл очень простой, что сейчас атаки, они такие скрытные, многогранные, и чтобы их хотя бы даже продетектить, нужно не только с какого-то одного места собирать информацию, а собирать с разных мест, на разных этапах, с разных технологий обнаружения. Поэтому вот эта идея XDR, она возникла, что мы хотим, собственно, из старых технологий извлекать ценность новую. За что можем извлекать новую ценность в интегрированной системе? За счет взаимной интеграции. То есть в целом ничего нового, по большому счету, но ввиду того, что эта штука, в общем-то, эффективна против достаточно умных атак, она получила новую жизнь. Когда мы говорили, помните, Сиема, у нее такая же функция, по большому счету, делать то же самое. Просто классически он не умеет реагировать. Но ввиду того, что, во-первых, нужно это быстро делать, во-вторых, это нужно делать на больших площадях. То есть нужно на множестве инпоинтов это сделать, на много точек периметральной защиты делать. И это сделать вручную тяжело. И поэтому мы сейчас говорим о каком-то там полуавтоматизированном, автоматизированном респонсе. Поэтому если ты к Сиему приделаешь респонс, то, наверное, ты получишь XDR. Я люблю вещи упрощать, чтобы не рождать новые хайпы. Сием и питон. Да, у нас второй вендор, который через сколько? Да, 14-го числа, да. С счастливым владелем XDR. Я последую примеру Сергея, я не буду рассказывать долго и упорно, просто скажу, приходите 14-го числа и все увидите. И услышите. И про фокапы, и про ограничения? Ограничения, да. На самом деле ограничения понятны. У каждой технологии есть свой пул ограничений, начиная от способов детекта, от того, на каком уровне работает, от того, какие операционки он поддерживает, и так далее, и так далее. То есть необходимо просто более детальней узнать, что там под капотом этого XDR, что прячется за этими буковками, и тут же, я думаю, все ограничения, возможные ограничения будут понятны. Поэтому это вопрос просто там более глубокого копания. Касательно заменить сок XDR хотел добавить уже, наверное, не первый год. Чем-то сок хотят заменить. Уже, наверное, надоели там, уже даже забылись истории, когда давайте без первой линии обойдемся, вот сейчас вообще без сока обойдемся, там разными способами. Не забудь, они сейчас снова набретают новое веяние. Ну да, периодически всплывает эта тема, и просто, как говорится, караван идет, собаки лают, караван по-прежнему идет, да, и первой линии можно там объединять со вторыми, да, и прочее, но без людей, к сожалению, пока вообще никак. Вот только где взять людей на всех и так далее. Это раз. Самое главное еще, в чем кроется, ну там, столь жаркая дискуссия и недопонимание. Потому что я вот так послушал, посмотрел немножко со стороны. Коллеги, вы же должны понимать, то что, когда приходит сервис-провайдер, его задача всем предложить одно и то же. Сделал одно блюдо и всех этим одним блюдом накормил. А когда приходят гурманы, этот вегетарианец, этот свинину не ест, этот по четвергам рыбу хочет и так далее, и так далее, возникают вот эти вот недопонимания, возникают вот эти вот особенности, то что все хотят под себя кастомный сервис, по большому счету. И у всех ожидание, что здесь и сейчас конкретный провайдер придет, конкретный коммерческий сок и конкретно для них сделает кастомную услугу. Но так не бывает, да, потому что каждый коммерческий сок, он на то и коммерческий, потому что он считает свои косты и пытается всем, всех накормить одним и тем же блюдом. Вот научились ссылок ваших так говорить, и это будет просто прекрасно. А тут может быть вопрос в другом, может быть вопрос, что надо правильно ставить задачу, когда тебе нужен коммерческий сок. Потому что по большому счету, ну если ты хочешь прям мега, супер, кастом, на супер большой, эксклюзивной инфраструктуре, ну тебе коммерческие соки могут помогать решать вот столько вот задачек, неизвестно, с каким качеством, надо прям все пробовать, где достаточно соли, а где достаточно перца, и в каком случае тебе нужна соль или перец, или когда тимьянчику добавить с тенистым калием. Слушай, я не говорю про крайние случаи, я говорю там про... Все дискуссии происходят именно о крайних случаях, потому что на самом деле... Неправда. Мне нужен сок, что хочешь от сока. Когда там, сколько лет назад, Вова, там все дискутировали, сколько процессов должно быть в соке, да, вот эти вот там разговоры, там опросы, там Леха, сколько у тебя процессов в соке? Я могу назвать любое число, там 10, 20, 30, 40, 50. Я могу один процесс разбить там на 15, могу 30 процессов собрать в один. Что от этого поменяется? Слушай, я называю это маркетоложество. Ребята, правда посередине на самом деле? Я про другое хотел сказать на самом деле. К сожалению, у нас общение с вами, да, там происходит такое сейлоцентричное, да. К сожалению, техноцентричного общения, да, оно очень редко встречается. Проблема там даже не столько там, что там плохие соки построили, или там плохие решения применили. Проблема именно в недостаточной там организации внутренней там нашей и вашей, да, потому что ну не смогли склеиться, там вот так, не срослось. Вот. Либо в отсутствии вот как раз вот этого среднего взаимодействия. Потому что вот сейлы часто ездят с заказчиками, а технориты они вот часто ездят. Так, предлагаю слово сейл сделать стоп-словом, ругательным. А у меня еще четкое ощущение, Жень, ты, по-моему, соскучился по хорошему техническому общению, возвращайся в позитив. Вот. Давай поговорим. И по кругу потом, да? Да, вы меня не возьмете. По поводу ограничений, да, вот ты правильно абсолютно, Леша, что у сервиса у него есть ограничения. Ну, правда, ну, он объективно невозможно натянуть вот на этого ежа, на глобус, на самом деле, в виде большой какой-то инфраструктуры. Нет, я не знаю, пусть говорят, наши коллеги не говорят. Мы для себя, на самом деле, вот, ну, я сегодня об этом в 4 часа буду выступать, рассказывать, да, про особенности госсектора. Для правительства Москвы, собственно, переработал с коллегами очень аккуратно, там, Гартнеровскую модель про уровни зрелости соков, которым очень здорово и прекрасно ложится понимаемая, да, критерии, куда сервис идет, а куда сервис не идет. То есть, начинается, говорю я, из малого, там, сервис, 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 потом это гибрид, а последняя миля, дорогой мой, ты должен свое иметь. Хочешь ты, не хочешь, но взлетит только свое. Почему? Это, это по вполне понятным причинам. Если это нужно объяснить, я могу это объяснить, если нет, то, да, есть ограничения. Мы для себя их нащупали, вот, коллегам по правительству Москвы, собственно, они сейчас тоже каждый там в разной степени скорости бегут в строительство центров мониторинга, либо просто используют СИЭМ на каких-то там начальных или рассматривают только приобретения. Мы стараемся им подсказать и сказать ровно о том, что, ну вот, ожидания должны быть твои вот досюда. Либо, наоборот, ты безограничен, вот ты вот на этом не ограничивайся, тебе от этого пользы не будет никакого. Это вот благодаря нашему небольшому опыту взаимодействия и с вами, и с нашими коллегами успешности и неуспешности каких-то проектов. Спасибо. Давайте про ожидания все-таки поговорим. Вот сейчас был такой сильный термин. Два заказчика и Леша, пересевшие на другую сторону, сказали, что сервис только типовой, нужен, все остальное должно быть гибридным. Ну, плюс-минус. Говорил не о том, что нужно, а о том, какие ожидания. Какие ожидания. Да. И у нас есть три коммерческих сока. Я так не сказал. Я не про тебя, я про Лешу. Вот. Разного уровня. Есть сок федеральный, есть сок большой интеграторский, есть сок, ну, скорее, на текущем этапе регионального статуса. Вот там, давайте, коллеги, поделитесь своим мнением, как-то, правильно ли мы финализируемся в этом вопросе. Антон, давай с тебя. Прости, Володь, я не до конца услышал, твой вопрос, потому что все думал, ну, точнее, я услышал его частично и постараюсь ответить. Поясню, над чем думал. Как бы, каждый из нас говорит, опираясь там, на определенные там свои, в том числе, вводный свой опыт. Очень видна разница, не знаю, лично мне, при всем дополнении друг друга Жени и Артема. Но, в то же время, там, запрос, клиента или его потребность, может быть любой, причем вне истории, там, текущего, не знаю, размера компании, уровня зрелости. Ну, в зависимости от, не знаю, парамедальности того же бизнеса, его вовлеченности, вообще, веб-понимания и прочего. когда я слушал примеры про XDR, EDR и вот эти вот набившие где-то искоменную тезисы «заменить всех одним человеком» или «новый суперпродукт, который решает все задачи», понравилось, что Леша привел пример меню разных блюд и при этом разных людей, но в то же время, слушая Женю, я явно слышал, что Жене часто предлагают золотую пилюлю от всех проблем и она одна. Причем она иногда даже по ходу дешево стоит и обманывает ожидания. Ну, обычно это комплект пилюль, да, там, они там горсть. преподносится как пилюля, да, при этом никто никогда не рассказывает, а какую там итоговую пользу народного хозяйства этому правда принесет. Да, потому что, ну, я с тобой не соглашусь, перебарщивают. Потому что там, у меня даже вот в течение жизни в Соларе была разная вовлеченность в непосредственно поддержку процесса продаж. Я разделяю абсолютно вот всю ту позицию, которую мы озвучивали здесь, на этой стороне, про абсолютно честно, открыто, даже подробно рассказать, как есть, ни в коем случае не завысив ожидания. Гораздо большим челленджем было как раз понять, что со стороны клиента и нужно, и с чем помочь, для того, чтобы не обмануть ни ожидания тех людей, с которыми ты сейчас разговариваешь, ни уж тем более тех, которые выделяют условно на это деньги. Вот такая история. Причем много примеров сегодня приводим из реальной жизни, соки круто, классно, но есть полно примеров, услуги питания уже как-то упомянули, но вот банально сервисов, которые очень плотно вошли в нашу жизнь, там, не знаю, такси, онлайн-кинотеатры, музыка, подписки и прочее. Я сам, как пользователь, честно, от каждого сервиса местами очень сильно недоволен. Другая история только, что действительно я упираюсь в те же самые понятные вещи. Где-то стоимость разных подписок, где-то, там, не знаю, клиента, исполнителя, которого я выбрал, там, не знаю, один провайдер такси или другой, ну, или там, подходы компании. К слову, кстати, вот были здесь интересные тезисы на тему развития, куда мы движемся, и того же средхантинга упомянутого Лешей или EDR решений, может быть, там, не знаю, NTA решений, дополняющих сервис. Опять-таки, кому-то это на самом деле must have. Классно, если он это понимает и ему это нужно, ты приходишь, даешь ему это. Плохо, если человек не понимает, зачем ему это, ему это не нужно, и ты приходишь, это ему даешь. Ну, скажем так, для меня плохо, да? И третья история. Плохо, особенно очень плохо, если ты ему обещаешь, что вот это мы тебе привнесем, вот это для тебя сделаем, и потом выясняется, что ты его на самом деле обманул. Я буквально на днях был очень расстроен, прямо скажу. Открыл ящик, увидел то, что я уже давно не видел, аудиокассета. Думаю, ну, классно. Одну оставлю, это прям, потом могу рассказать, почему. А вот эту можно выкинуть. Из интереса открыл сервис музыки в своем телефоне, за который я плачу деньги по подписке, вбил этот альбом, и я его там нашел. Обложка та же. Состав песен отличается на одну, ровно ту, которая указана на обложке. И это не то, чего я ждал от этого сервиса. Ровно как Жень, например, и, прости, онлайн кинотеатр, если тебе обещают подписку, ты думаешь, отлично, я сейчас буду смотреть все фильмы, меня защитят от всего, и все за икс рублей, или вообще по промокоду за рубль, а потом выясняется, что все фильмы, которые ты сейчас хочешь посмотреть, они на самом деле за отдельную плату. поэтому я, походу, очень углубился и привел много примеров, но постарался попрыгать про все рассказать, про что слушал. Я тут могу пояснить. Вы, как сервис-провайдеры, являетесь крайне квалифицированными, крайне глубоко погруженными экспертами в ваших конкретных областях. Каждый раз, когда вы приходите к заказчику, у него за плечами 100 проблем, 101, погрузиться в каждую конкретную столь же глубоко, как и вы, он не может. Да именно поэтому вы там и оказались на встрече. И дальше, когда договариваетесь вы с заказчиком о том, что будет дальше, очень часто я вижу, когда подрядчик, не обязательно даже представитель СОКа, может быть, любой представитель интегратора, халатно относится к прописыванию ТЗ. И очень часто, недавно буквально с одним подрядчиком общался, я их, собственно, журил за предыдущее ТЗ плохое. И в этом ТЗ так были фразы поставлены, что я с них мог требовать вообще буквально всего чего угодно. И у них там нет никаких ограничений, они могут мне отказать. Они говорят, ну ты же понимаешь, что это стоит, сколько ты сейчас вот тут называешь, не может, у нас там же есть конкретная стоимость, и отталкиваясь от нее, мы понимаем, что вот под этой фразой там еще и ограничения есть, но их не было. Они мне присылают новое ТЗ, и что ты там думаешь? Опять нет ограничений. Я говорю, слушайте, мужики, вы себя обманываете или меня обманываете? Вы нафига это делаете? И тут вот многие заказчики не в состоянии до конца корректно описать свои хотелки в ТЗ. Просто они не погружены в вашу специфику. Они зачастую не знают, как это правильно описать. Из-за этого там происходит коллизия. Но вы-то там доки таких, которых там уже больше нигде не найти. и однако эти косяки тоже происходят. Дайте я верну все-таки. Антон на мой ответ вопрос не ответил. Все-таки давай все-таки к нему вернемся. Вот формулировка была примерно такая, что все соки делают некоторые более-менее типовые сервис, вот эти самые блюда из базового ресторана. Вот там. Считаешь ли ты так же или там? Нет. Или иначе? И давайте все-таки сначала закончим с коммерческими соками. Спасибо за напоминание вопроса. Нет, не считаю. Ну, на самом деле, Жень, в том числе к тебе обращусь. Не стоит мучиться там же, где ты продолжаешь мучиться, наверное, больше трех раз. Там вряд ли что-то поменяется. Если что-то поменяется, тогда можно попробовать еще раз. Возвращаясь к всех соков и одинаковые блюда. Нет. Ну, в том числе, как на мой взгляд, необходимость такого ответа определенным трендам, определенным разным потребностям, разным уровнем клиентов. То есть мы, к примеру, делим их для себя. И у нас есть, по сути, разные предложения, как минимум, для разного заказчика с разными потребностями. Кто-то небольшой, и ему нужен compliance, это один уровень. Кто-то большой, территориально распределенный, максимально зрелый, ему нужно обеспечение требуемого ему состояния защищенности этого уровня, обеспечения безопасности. Это определенный набор расширенных сервисов такой, некой системы. Кому-то нужно сейчас, понимая серьезность вопроса, исходя его размера, понимание уровня, той угрозы, которая для него актуальна, начать заниматься безопасностью, может быть, вместе с нами, может быть, помочь нашими силами. Это некоторая третья история. Как минимум, вот эти три я бы выделил. Первое, второе и компот. Возвращаясь к старту, где у нас был стори-теллинг и история запросов и потребностей клиентов, нет, мы по-прежнему хотим слышать, что хотят кушать. При этом честно признаюсь, что для большинства из нас с вами, наверное, скорее является в том числе вызов, как самим не… То есть в определенный момент ты понимаешь, что то, что ты говоришь, на самом деле начинает реализовываться. То есть это слушают, следуют, и мы приходим к тому состоянию, про которое ты говорил, я вот считаю правильным, не знаю, через год, через два. Я вот скорее рефлексирую обычно на тему того, насколько мы здесь сами правы. Но в том числе ведем диалоги друг с другом, обкатываем друг об друга, и в том числе в клиентских историях. Отдельно упомяну историю пилота. Всплывало сегодня не раз, да, это хорошая возможность проверить то, что ты получишь. Я помню, Жень, твой тезис про то, что команды могут быть разными. Это действительно так. Но, опять-таки, то, как ты на старте определяешь, что тебе нужно, тем корректнее ты сможешь проверить тот результат в этом самом пилотной истории. Нет, это безусловно, но команду-то на старте проверить как раз не могу, ну, по крайней мере, до конца. А можно всех посмотреть? Это регулярный запрос. Но вообще существуют подходы, как проверить команду, насколько у тебя хорошо сок работает и так далее. Я думаю, мы не будем углубляться в тему киберучений, редтимминга, которые тебе покажут, что команда на пресейле и в проекте дает одинаковый результат, не дожидаясь реальных инцидентов. Но это мы говорим уже про зрелых заказчиков, которые, знают, как смотреть и где смотреть. Я вам апеллирую с точки зрения некого среднестатистического заказчика, который вчера еще сока не имел или имел что-то под названием сок в виде внедренного СИЕМА, и тут задумался, типа, вот, если у ребят с красными глазами и яйцеобразными головами, которые, наверное, это клево готовят, ну, по крайней мере, пиарят классно. вот, и заказчик приходит, обычно же там не смотрят там всех, кто на рынке, да, приходят там к первому, кто оказался там в более приличных костюмах, там, у кого кофе вкуснее, там, двух-трех максимум, выбирает среди них. Давайте вернемся. А потом еще, кстати, немножко добавлю, извините, когда ТЗ составили, там всегда же на то умная мысля приходит опосля, да, вот ТЗ составили, там, договор подписали, а потом в голове случается какая-нибудь какая-нибудь фигня, да, ты думаешь, блин, а почему я это в ТЗ не вставил? Вот, и многим подрядчикам, да, уже вот, уже и не вставишь. Они говорят, ну, все, ты ТЗ подписал, мы не должны делать, это отдельных денег стоит. Поэтому хотелось бы, чтобы еще в договора, ну, по крайней мере, со мной там вставлялся такой пункт на неожиданную фигню. Ну, такая страховка тоже будет денег. Да-да-да. Отвечаю на вопрос, да, вот как Артем, собственно, рассказывал, что среди сообщества заказчиков есть некая уже карта, кто что в первую очередь не может, я думаю, у каждого сервис-провайдера есть, собственно, некая картина по конкурентам. И вот то, что действительно на мой взгляд работает гораздо более эффективно, то есть, по крайней мере, я вижу, что это в среднем вообще намного более эффективный подход, когда ты заказчику прям честно говоришь, что, смотрите, вот, если хорошая, качественная, облачная история, в принципе, делают эти ребята, они тоже сильные, то есть вы можете и с ними тоже пообщаться. История там про гибрид, это другая история, да, история про моновендорную какой-то вендорский сок, там, или MDR, то здесь еще эти ребята сильные, то есть, в принципе, я считаю, что, конечно же, есть некая специализация, эта специализация уже постепенно все больше и больше становится ярко выраженной, и, наверное, честно и правильно будет говорить об этой специализации, в том числе, вот то, что там Евгений, Артем, наверное, в унисон сегодня говорят одну и ту же мысль очень часто, то есть вы там не рассказываете, что реально мы получим, мы сами не всегда это понимаем, ну, не конкретно вы, а некоторые заказчики, вот, на самом деле, я замечаю, что в сознании продавцов, о ссылах мы сегодня тоже много говорили, это тоже уже начинает доходить, и часто, переходя к истории аналогии Алексея про блюда, уже все больше и больше продавцов предлагают для начала, в первый год, либо там детское меню, либо пюрешка, а уж потом будет поляна, как говорится, накрываться, конечно же, есть заказчики, которые говорят, так, гуляем, хотим вообще все, и нужно постараться это все обеспечить, но в среднем, опять-таки, становится все более и более частая история, когда лучше, методичную зрелость повышать и начинать как бы с малого, и продавцы тоже это начинают понимать, потому что у них, когда окажется, что часть блюд потом уже, кажется, только откусана или даже вообще ни разу не попробовали, он за это заплатил, будет негатив, и будет в первый же год продления, это будет уже проблема, то есть, и с Илли это тоже уже начинает понимать, не все, но уже многие. Какой путь ты предлагаешь, потому что я тебя сейчас слушал, у меня в голове нарисовалась картина госплана и распределения. Вот ваша компания распределена вот такой сок, хотите берите, хотите нет. Если речь про распределенный сок, если нужно заказчику распределенный сок, не, я не про то, что распределенный сок, а то, что у нас, если как ты говоришь, со специализацией, с передачей заказчиков, мы приходим к советскому госплану, когда к тебе приходят из министерства, говорят, вот ты заказчик, вот у тебя есть сок, мы по распределению выделили его тебе на три года, вот ешь, пожалуйста, не нравится, извини, другого нет, через три года твоя очередь подойдет к другому соку, более зрелому. Ну так было бы, если бы все-таки мы совсем были не похожи друг на друга, но все-таки пересечения достаточно много, и конкуренция, я думаю, не позволит перейти к этому. Леша все-таки говорил про сильные стороны, а не про прямое замещение. Володь. Да, да, вот я как раз хотел сказать про конкуренцию, ты нас назвал тут регионалами, вот, спасибо тебе большое. Не, не, я сказал, что выросшу из регионального. Ну, да, не, это все хорошо, мы гордимся своими корнями, на самом деле. Вот, и здесь, да, здесь вопрос конкуренции, на самом деле, если ты варишь, как бы, ну, условно, жаришь один пирожок, то у тебя этот пирожок завтра, сегодня, может быть, возьмут, завтра, скорее, кто-то будет им уже сыт, а послезавтра просто все твоими пирожками наедятся, и ты будешь никому не нужен. Поэтому мы все-таки пропагандируем, продвигаем и стараемся реализовать историю, ну, так называемого адаптируемого сервиса, если возвращаться в мой пример, который я рассказывал, в пример, связанный с Дидосом, да, с Дидосом, вот, то как эту историю удалось победить? там и про респонс есть, там и про Сием есть, вернее, там Сиема как раз нету, вот, но тем не менее, это удалось реализовать благодаря тому, что, да, встали на контроль, стали определять нагрузку, организовали взаимодействие, причем не только с самим заказчиком, с IT-заказчика, но и с телеком-провайдерами, то есть там их было несколько, да, и и оцифровали, что главный риск, да, то есть по риску договорились, что 10 минут, 10 минут простое, это еще допустимо, а все, что выше, это недопустимо, и главное вот это вот выдерживать, и для того, чтобы этот сервис построить, я его не могу заранее придумать, да, для какого-то, ну, для общего рынка, да, то есть я должен прийти к конкретному заказчику и должен именно там выстроить те самые параметры, которые его устроят, вот, и, ну, да, наша история, это история именно про это. Хорошо. Кто-нибудь что-нибудь еще хочет сказать? Да, да, у меня есть несколько дружеских советов, ну, информационная безопасность корпоративная, она вообще про анализ рисков, и, то есть вы сами строите систему управления информационной безопасностью, это как мозаика, то есть там разные элементы, вы их складываете, и, наверное, имеет смысл сервисы тоже сравнить по ценности, то есть вы встраиваете в свою эту стройную систему информационной безопасности именно по ценности, которую там дает тот или иной, не хочу сказать провайдер, вообще решение в целом, вы же можете там, я не знаю, людей себе нанять, это вам решать, что вы делаете аутстафом, что вы делаете своей командой, что вы делаете сервисом. Нам, нам как поставщику, нам проще продавать коробки безусловно, потому что, во-первых, это массовое производство, массовое производство, оно как бы стандартно, но оно себе стоимость имеет низкую, но, помните, я говорил про какие-то сложные атаки, да, вот мы сейчас, в принципе, уже всем понятно, что коробки, они сбоят, да, они какую-то типовую модель, они могут без доработки работать неэффективно, и в целом у нас, вот если меня спросишь, вы готовы там аутстафинг, я тебе скажу да, вопрос просто в стоимости, коробка будет дешевле, но у нас есть экспертиза, можем тебе из компонентов собрать вот именно под тебя историю, но она будет просто других денег стоить, и все, и у нас как бы есть такие проекты, правда заграничные, но не суть, там мы набираем команду прям, они первое время вообще у нас как бы числятся в штатке, потом мы их туда им отсадим, но мы набираем в свой штат, я их интервьюирую там с коллегами, мы им проводим тренинги, мы их учим там, ну даже каким-то базовым вещам, там курс по фредхату им прочитали, я по этому, не знаю, по фредхантингу и по сокомониторингу им читать курс, и, ну, вот тебе пример, это стоит недешево, но зато это вот законченная история, там потом заказчик берет сам их в оборот, и дальше уже их там корректирует, читает их метрики, насколько они эффективны, думают корректирующие меры, мы поможем, мы это не оставляем, потому что они работают на наших технологиях, а мы хотим, чтобы наши технологии приносили ту же ценность, которую мы заложили при продаже, ну, потому что вот все говорят, что посадил там на антивирус, знаете, я работал заказчики, и, ну, мне вообще ничего не стоило перейти на другой антивирус, вот вообще, мне приходили люди и говорили, мы тебе за бесплатно сейчас переведем, только купи. Ну, это смотря какая инфраструктура. Хорошая инфраструктура, больше 100 тысяч энпоинтов в 20 регионах, ну, то есть это вообще ничего. Вы сейчас не в плюс себе говорите, на самом деле. Вот. Так чему я хочу пофинализировать? Он же не сказал, что он на Касперском сидел. Да, я просто не всю жизнь сказал. С Касперского сложнее, да, я так понял? Как с Макайфи, наверное, так же, да? Ну, речь, да, была семантика Макайфи, Транмайкро, в общем, да. Вернемся к этому вопросу через пару лет. вернемся к вопросу, просто что хочу финализировать, любое предложение, возможно, вопрос просто стоимости, и скорости. Да нет, это все как раз понятно, да. Тут хотелось бы, чтобы технические специалисты, которые работают с заказчиком, там, даже не важно в рамках сока или не сока, вот, были просто, не знаю, более мотивированы к тому, чтобы удовлетворить заказчика. Потому что зачастую они, как бы, нет. Женя прошел фазу ненависти к Сайлам, перешел на технические специалисты, ладно. Мужики, я технаре, за вас бьюсь. Ладно, предлагаю премии выплативов. финализироваться. У нас еще два вопроса из чата, у нас, как раз, тем, ранее шести минут. Второй вопрос упал только что, и мне он прям очень нравится, особенно в такой коллектив, вот, можно всем, можно кто хочет. использование опенсорсов сок это ошибка? Спрашивает некоторый Игорь из Москвы. Использование опенсорсов сок это ошибка? Недавно видел исследование, забыл, чьи, то ли IDC, то ли, в общем, там проводились, скажем так, целый ряд мнений, и пришли к тому, что в течение 10-20 лет все индустрии вообще по всем сферам экономики придут постепенно к 90-процентному аутсорсингу. То есть это будет ошибка, наверное, которая всем свойственна, а причиной этой ошибки является вообще процесс глобального разделения труда. То есть тут можно говорить о том, что это ошибка. Open source. Open source, не аутсорсинг. А мне показалось аутсорс. Open source, ну раз уж я начал говорить, Open source это не ошибка, когда, на мой взгляд, то есть когда есть единая инфраструктура, когда она не очень быстро меняется, когда в силу структуры и природы команды есть, собственно, команда разработчиков, которые могут эту историю допиливать. Вова немножко про другое, наверное, спросил. Не вообще Open source в общем, а именно решения и бэшные, и Open source. И сразу у меня добавка. А есть ли это решение сертифицированного в Австеке и с наклеечками российскими, но там торчит под капотом. А это ошибка? Это то же самое или нет? Я думаю, это риторический вопрос. Не-не, на полном серьезе. Почему риторический? На самом деле это вопрос очень общий, но ты его Open source называешь? Или я не знаю? А чей СМ из вас Open source? Я пока не знаю. Он еще не доехал до офиса, не знает, что объявили. На самом деле, если посмотреть, Open source использовать в определенных случаях действительно можно для решения четко понятных задач. И если понятно, что этот Open source есть возможность поддерживать и есть силы. в случае же, когда задачи громоздкие, большие, имеют значение там большой инфраструктуре, необходимо обрабатывать большое количество данных, большие потоки, в большинстве случаев Open source будет использовать скорее всего ошибкой, потому что штат программистов, инженеров и прочих людей, поддерживающих его, будет значительно больше, чем если бы было какое-то коммерческое решение. Ну и последний запрос еще немножко на стори-теллинг с фокусом на ошибки, допущенные в ходе мониторинга событий и инцидентов. Кто-нибудь что-нибудь еще расскажет из своей жизни, когда мониторили, мониторили, но не вы мониторили. Выговорил. Не было такого всегда у нас все хорошо. Лиги прекрасно отрабатывали. Вот у Сереги солдатова всегда есть такие истории. Или есть другие желающие? У меня полно таких историй, на самом деле. Просто, ну, я не знаю, может, он еще расскажет. Потому что, ну, смотрите, общий тезис, мы очень трепетно относимся к нашим ошибкам. Потому что, ну, сука, это процессная организация. И, ну, как правило, там определенные процессные ошибки. Вот, например, часто ошибки аналитика, да, там он неправильно оттреважил, там, как бы, не зарепортил, как фалсу. Вот. Они потом, они потом, собственно, получилось, что мы не вовремя. Ну, за счет, опять же, мы сделали процессную доработку здесь. Так, что, ну, алерты, релевантные тому инциденту, ну, как бы, IRP сама это решает, они падают на разных аналитиков, как раз, чтобы минимизировать этот риск. И таких заплаток, вот, которые мы на operations поставили, именно из-за залетов, их великое множество. И я могу про это вечно рассказывать, потому что это моя работа. Я сижу и смотрю эти залеты, и думаю, а что можно с этим сделать? Ну, там, например, человек пропускает часто. Почему он пропускает часто? Ну, там, один был, ну, как бы, разгильдяя, да, ну, его уволили, окей. А другой, потому что, ну, он перегорел, он перегорел, там, что-то морально-духовно, ну, не знаю, ну, это нормально в соке это происходит. Ну, мы подумали с ним карьерный пэф, да, он теперь, ну, как бы, начальник, вот, это ему, там, как дало жизненных сил, он работает. То есть, как бы, это задача менеджера находить там ключик, да, подход, который отработает. Может быть, процессная история, может, там, какую-то технологию попросить. Слава богу, мы сами себе софт пишем, можем, как бы, CR-ов наделать, они нам когда-то это зарелизят. Вот. Ну, а людей мониторить, это, как бы, извините, ваша работа, никто так не сделает, иначе будут все увольняться, там, будьте, как бы, учебным центром, а не соком. Вопрос, насколько эта история измерима. У Алексея Лукасского была тема про окна то ли Джохари, то ли Джохари, вот термин, про скрытые, слепые и неизвестные зоны, да, и вот плохо, когда абсолютно там не понимает организация примерно, сколько она вообще не видит. То есть, когда есть четкое понимание, что мы примерно это не видим, но есть такие-то, скажем так, такой-то план, чтобы это увидеть, да, это намного лучше. Слушайте, вспомнил эту историю прекрасную, ты, наверное, тоже помнишь, был у нас прекрасный заказчик, где подписали с ними договор, там было SLA что-то типа 99,4, вот, когда мы, ну, сами понимаете, там любой сок факапит, там по чуть-чуть, но факапит, вот выяснилось, что у заказчика там 10 инцидентов в месяц, вот, и факап любого инцидента приводил сразу там в down SLA, я помню, я помню, требовал, чтобы он мне разрешил курить в кабинете, прямо в open space, но вытерпеть это было невозможно. Да. Ну ладно, время наше подошло к концу, спасибо тем, кто дотерпел до конца, я вижу, что два часа сложно для слушателей, многие разбежались, многие уснули, ушли в телефоны, но, тем не менее, мне кажется, дискуссия получилась, ну, такой, чуть сфокусированной на вопросах, а как вообще, говоря, взаимодействие сока коммерческого и заказчика может быть устроено, и про вопросы того, что вообще может быть снаружи, что может быть внутри, мы тоже косвенно поговорили. Ключевые вопросы, доверяйте своим коммерческим сокам, разговаривайте с технарями, а не с ссылами, мне кажется, были достаточно очевидны, но хорошо, что мы это еще раз обсудили, но и про то, что каждый заказчик, в общем, требует внимания, и он чуть-чуть другой, и нельзя его засунуть в станок для одноразового бритья, но тоже важно. Думаю, коммерческие соки про это, надеюсь, все знали, но еще раз услышали, а заказчики услышали, что, в общем, провайдеры готовы покупать одноразовые станки для бритья, для того, чтобы их все-таки чуть более эффективно за ними ухаживать. Ну и дальше, мониторить соки, мониторить заказчиков, а вы мониторите своих сотрудников, потому что без них ничего в безопасности мы вместе не сделаем. Всем спасибо. Заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин